Приветствую, друзья, приветствую. У нас сейчас будет проходить полезный для каждого бесплатный ликбез очередной. Я благодарен всем, кто там в Телеграме у нас. Подписывайтесь, кто еще там не подписался, потому что завтра я буду говорить там о том, как использовать самоволнение, сам стресс, как оптимальное состояние для того, чтобы повысить резко стресс-устойчивость ко всем стрессовым ситуациям. Ну а теперь ликбез по отвыканию от зависимости. Друзья, я буду иметь в виду, что я разговариваю с новичками, потому что в нашей школе Homo Futurus огромное количество участников, они знают приемы саморегуляции по методу ключ, они знают, что метод ключ основан на сознательном воспроизведении бессознательных механизмов, которые у человека возникают, когда он принимает ответственные решения. Да, и что все приемы основаны на том, чтобы перебирать действия, которые синхронны текущему состоянию в моменте. И когда человек подбирает эти действия, во-первых, у него развивается творческое мышление, во-вторых, что важно, конечно, снимается стресс. И таким образом образуются навыки. Есть синхрогимнастика по методу ключ, вы, пожалуйста, посмотрите потом, кто не видел, на YouTube-канале «Пять минут, которые изменят жизнь» синхрогимнастика. Там очень много людей, которые пользуются этим уже много лет. Метод саморегуляции ключ я создал в Центре подготовки космонавтов в 1981 году для моделирования состояния невесомости у космонавта в земных условиях, чтобы он быстрее адаптировался там в полете. Состояние невесомости преодолевал стрессы и перегрузки. И очень оказалось нужным на Земле всем, и поэтому много лет миллионы людей пользуются приемами ключа для того, чтобы снимать нервномышленные зажимы, улучшать кровообращение мозга, снимать всевозможные спазмы, снимать блоки сознания, страх выходить на состояние раскрепощения и пользоваться этим для того, чтобы повысить любой процесс обучения или тренировки, или восстановления. Например, в йоге используются наши приемы, для медитации используются наши приемы, для изучения иностранных языков изучаются наши приемы, и для того, чтобы личные отношения решать лучше, используются тоже наши приемы. В школе у нас человек будущего, в Холм Кутурус, очень много сотен тысяч людей из разных стран мира, мы вместе сообща создаем науку человечности. И там, оказывается, снять стресс – это очень важно, потому что, когда человек в стрессе, он эгоист, потому что у него работают инстинкты выживания, это бей, беги, оцепеней, да. А когда он снимает стресс, он становится человеком, он способен любить, дариться, переживать, сотрудничать, чувствовать бесценность живого, создавать, а кто не создает, тот разрушать. Понятно, да? Вот теперь, поскольку мы будем говорить об отвыкании от зависимости, я вам хочу сказать, что я имею право об этом говорить не только потому, что я тот человек, который выводил из острого стресса и детей, и взрослых, в Беслане, Каспийске, в разных городах, готовил испытателей международной программы «Марс-500», потом я готовил на чемпионаты мира международные, спортсменов и на Олимпийские игры. Я хочу сказать, я имею право поделиться своим опытом, потому что я и врач, и психолог, и философ, и много книг у меня, и первая книжка у меня для новичков, показываю «Кточь себе», которая была писана в 90-м году массовым тиражом. Я был очень популярный человек на центральном телевидении, с меня стартовала популярная телепрограмма «Помоги себе сам». Во многих телепередачах я участвовал, меня приглашали, естественно, про меня писали все газеты, не только что про меня, а я имею в виду про эту работу, которую я веду. Сейчас школа «Человек будущего, Homo Futurus», мы вместе создаем усовершенствование приемов саморегуляции, выпускаем книжки, в которых они как авторы-участники, с их именами, с их приемами. Вот это очень важно, что как использовать стресс, как использовать страх для того, чтобы решать вопросы, которые в обычном случае как бы недоступны. Но есть какие-то вопросы, которые вы пытаетесь решить, пытаетесь, никак не получается. А вот возник какой-то страх по случаю какому-то. Вы сразу вспомнили, какую задачу вы хотите решить, какой вопрос решить личных отношений, или по математике, неважно. И в этот момент стресса, если вы уже владеете нулем, потому что метод «Ключ» основан на использовании нулевого состояния. Что такое нулевое состояние? Как раз-таки это очень важно знать всем, потому что отвыкание от вредных зависимостей происходит именно через нулевое состояние. Сейчас я вам скажу. Так, где у нас? Наташа, одну секундочку, я должен посмотреть. Да, посмотреть. Всем привет, всем привет. Вижу наши фамилии, да, вижу наши лица знакомые. Ну, хорошо, мне новички и новички нужны, которые не знают ничего, поэтому я про это и начал рассказывать, которые не знают ничего из этого. И про себя, и про то, на чем прием основан. Так, мне нужно, чтобы ты текст открываешь. Вот этот. Наташа мне помогает. Она, как вы знаете, писатель из Белоруссии. Мы ждем нашего литагента Нелю, который сейчас уже вернется в Москву, и она нам скажет, когда книга будет обубликована. Наташа, ты можешь меня открыть, пожалуйста? Можешь, я открыю. Нет. Слева, который у меня приготовил. Он был у меня в последнем видео. Вот здесь. Да, там комменты мне написала, там очень интересные комменты. Я хочу вам прочитать, что такое нулевое состояние. Значит, я там говорил о приеме, который за 5 секунд снимает стресс. Это значит, когда вы... Я рассказывал в прошлом ролике. Чтобы не пересказывать, кто не видел, посмотрите прошлые два ролика. Да. И вот здесь вот. Сейчас, 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 сейчас. Давай. Дай мне вот это. Сейчас. Обязательно. Это очень важно, то, что она написала. Я всегда все комменты просматриваю, чтобы вы были в курсе. На ютубе просматриваю. И в телеграм просматриваю. И там разные контенты. И очень интересные, и полезные. Кто в телеграм еще не подписан, подпишитесь. Так. Сейчас. Ну, одна женщина написала, что... Да. После разгрузки петь хочется, да. Ну, это понятно. Кому-то плакать хочется в момент разгрузки, кому-то петь хочется. Потому что восстановление идет. Восстановление идет. Да. Сейчас. Сейчас я найду. Вот. Ну, я могу фамилии сказать, я думаю, не обидеться. Ольга Герасимова написала вот на этот прием, который за пять секунд, я на прошлом ролике говорил, снимает стресс. Что это бессознательный механизм, когда человек в стрессе, когда он ищет решение какое-то, которое ему нужно в этот момент, и не может найти, у него глаза мечутся. Да. И если это произвести сознательно, то тоже нужно снять стресс, потому что осознанное применение бессознательных моментов расширяет наши возможности. Это очень интересно. Мы сейчас к этому еще вернемся. Так вот, она сказала, у меня наоборот ступор бывает. Ничего, глаза не бегают в этот момент. У меня наоборот бывает ступор. Правильно. Потому что это один из вариантов реакции. Потому что на стресс человек реагирует. «Или бей, или беги, или замри, оцепени». Правильно, да? Так, поэтому Наталья Авдоничева написала. Вот теперь слушайте. Да, у меня тоже останавливается взгляд. Если на человеке, то просят так не смотреть. Им неприятно. Но никто не объяснял, как я смотрю. А для меня в это время все пустота. Поэтому, когда чувствую, что взгляд становится остановиться, стараюсь быстрее отвести от лица человека. И потом пустота. Ни одной мысли. Кайф. Меня могут спрашивать, о чем задумалась. А я в это время не думаю. Дай, пожалуйста, вот это. Не думаю. Открой вот здесь. Не думаю. Не вижу. Не шевелюсь. Наверное, секунд пять. И так всю жизнь. Вот это нулевое состояние у него возникает. Потому что порог, порог низкий очень. Чувствительность очень высокая к напряжению. Как только она напряглась, глядя на кого-то, моментально идет включение пустоты, безмыслия. Вот это и вот нирваны внутренней. Когда ни о чем не думаешь, ничего не видишь, ничего не слышишь, ни на что не реагируешь. Остановка такая происходит. Но чем от нирваны отличается? Тем, что Будда мог это в любой момент, когда хочет вызывать, и пользоваться этим. А у нее это происходит инстинктивно, как самозащитная реакция. Вот. И так говорит всю жизнь. Правильно. Потому что в этом состоянии торможения процессов нервной системы, она как бы отрешилась от ситуации. И там как вот эмбрион, знаете, вот в таком комфорте, там в комфорте. Да. И вот отрешилась и ушла в себя, в глубину. Я поэтому на прошлом ролике говорил о глубокой задумчивости. Вот эта глубокая задумчивость, когда вы думаете о чем-то, задумавшись, вы тоже отрешаетесь. И как бы со стороны смотрите на все. И тут это происходит инстинктивно. Вот и девочка на уроке, например, не выспавшаяся, сидит на монотонии урока, вдруг задумалась, смотрит в окошко, а учительница подходит, я хлоп по линейке полбука, Петрова, ты где она, а? И очнулась. Вот это вот состояние отрешенности непроизвольное, потому что мост дает возможность выжить. Ну, засунув, как говорит страус, голову в песок. А чем отличается от нирвана? Нет, закрытый какая. Нирвана, там человек, когда это сознательно делает, а не потому, что он уставший, не потому, что непроизвольно, не потому, что спонтанно, неуправляемо, а делает сознательно этот механизм для того, чтобы его потенциал, этого механизма широко использовать в зависимости от своих задач и целей. Я понятно объясняю, да? Итак, новички, пожалуйста, напишите плюсики, чтобы я понимал, сколько у нас новичков. Плюсики, 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 плюсики. Напишите. Наш ликбез будет записью стоять. Кто в другом времени живет, он потом может посмотреть спокойно все это. Да, но сейчас мы будем приглашать Zoom. Мы пригласим сюда самых непонятливых, потому что наша школа имеет такую фишку. Мы не отличников приглашаем, чтобы он показывал, как он здорово этим владеет. Мы двоечников приглашаем, условно говоря, чтобы научить его, у которого что-то не получается, и чтобы вся школа смотрела и тоже через это быстро научилась. Мы это сейчас сделаем. Но я сейчас вам хочу сказать предисловие небольшое. Друзья, я имею право еще давать такие советы, как отвыкать от вредных привычек, потому что я сам лично 7 лет не пью никак. Да, надо думать, чтобы я разговаривал. Но я раньше пью. А кто туда поставил? Ну, это кто-то захотел испортить нашу трансляцию. Молодцы какие. Вот этому мальчику или у девочки, которая это сделала, гадость такую, да, ей обязательно надо к нам на ликбез. Обязательно, обязательно. Пусть записывается, ей помощь нужна. Нормальные люди так же не делают. Я сейчас 7 лет не пью, и у меня вторая жизнь, вторая молодость. Я чувствую себя прекрасно. Говорят, что я молодею, я вас тоже научу, кому это нужно. Ну, кто там все время? Выключайте. Вот у меня был такой случай, когда у меня был друг Магомед, хирург. Четвертый раз попал в ЛТП, а раньше было ЛТП. Если кто не знает, в Советском Союзе, там принудительно лечили. ЛТП. Четвертый раз. Его мама, прекрасный педагог, орден Ленина, заслуженная учительница. Она работала. Он прекрасный парень, хирург, но при этом 4 раза попал. Я его спрашиваю, Магомед, а что ты в ЛТП опять попал? Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Я, говорит, пил, пил, когда я пил, мне все говорили, так не надо, Магомед, плохой ты, почему пьешь? А вот, говорит, два года не пил, говорит, никто спасибо не сказал. Не могу, говорит, работу найти. Вот, пожалуйста. Я опять попал, потому что смысл жизни потерял. Вы лучше идите сюда на ликбез, он же бесплатный, это вам большой подарок. Наташенька, возьмите как организатор и уберите этих ребят, которые случайно попали в такое пространство. Они просто, да, это только вы можете сделать как организатор, либо убрать им звук, либо вообще их удалить из чата. А ребятам я желаю, а желаю ребятам всего самого-самого доброго. Закрой рот. Наташа говорит, она их удаляет, но их там много, вот они все время новые-новые выскакивают. Вот представляете, какие, да? Мы объявили бесплатный ликбез по отвыканию от вредных зависимостей. И пришло столько народа, вот, видимо, наркоманы, видимо, пьяницы, видимо, какие-то зависимые еще от чего-то. Это хорошо, что они пришли, только я вас прошу, друзья, получите помощь, не портьте нам передачу, потому что я же для вас тоже сейчас... Слушай, я полезные вещи сейчас вам дам. Полезные, которые вы еще не слышали никогда в жизни. Да, я вам расскажу, как получать кайф без кайфа. Так. Итак, я расскажу, как быть свободным, без наркотиков, без всяких химических веществ. Получать в любой момент, когда ты хочешь, это очень важно. Хорошо, что они пришли, только плохо, что они мешают. Поэтому не мешайте, а только внимайте, внимательно. Итак, я пил. Я не понимал, почему я пил. Я писал вечером помни об утре. Вот такое на стенку вешал. Потому что я, если вечером придут ко мне друзья, а я себе давал клятву, больше пить не буду, а вечером почему-то я выпивал, когда они мне говорили, ну, давай выпьем, завтра бросишь. И выпивал. И я вот там написал прямо у себя над холодильником, помни об утре, что завтра я встану, вот такая будет голова. Потом я понял, в чем дело. Оказывается, у меня был гепатит А в детстве. Я в детстве до школы лежал в больнице пару месяцев, или сколько-то, я не помню. Или месяц. Я не помню, сейчас такой маленький был. Еще в школу не ходил. Гепатит А это раз. Потом у меня, видимо, была родовая травма. Это главное. Потому что я помню, что я, когда утром не досыпал, у меня даже мушки плавали перед глазами по утрам. И на первых уроках в школе я просто сходил с ума. Потому что так мне было тяжело. Я через силу сидел на этих занятиях. Ну, я еще аккуратный мальчик был, я хорошо учился. Но каждую минуту мне казалось, что я в аду. Потому что такое тяжелое состояние. Родовая травма. Потом, смотрите, я потом кончил институт. Я потом работал. Я работал уже, когда в поликлинике заведовал кабинетом иглотерапии. Мне позволили со второй смены выходить. Я был счастлив. Потому что утром я не мог сидеть на этой пяти минутке и с ума сходил. Но были люди, которые, наверное, утром встают. У них хорошее настроение. Они полны жизни. А я как раз-таки был другой. Я был сова, а не бы лежал в рынке. Так вот, теперь получалось, что я каждый раз хотел бросить пить, потому что я потом понял, почему я хочу выпить. потому что я не досыпал раз. Потом, значит, я в тот день, когда выпью кофе, обязательно вечером напивался алкоголь. Пиво. Оказывается, кофе у меня довыжигало последний запас питательных веществ. И вечером я уже не имел ресурсов. И поэтому у меня уже и воли не было достаточно. И когда мне говорили, да ладно, давай немножко отдохнем, выпьем туда-сюда, я выпивал. Вот видите, сколько лет надо было, чтобы прошло, чтобы я проанализировал себе, почему у меня были эти риски, почему я пил и курил. Трубку я курил много лет, сейчас я трубку не курю. В конце концов, получилось так, что потому что я много летал в командировке, я спасал людей, я создавал разные хорошие программы, полезные, я писал книги, я писал картины, я готовил чемпионов мира, я готовил олимпийских чемпионов, я задруживал с семьей, я обучал людей снимать страх, я готовил очень много спортсменов, людей творческого труда и лесопасных профессий, и пожарных готовил, и готовил еще много разных людей, которые там и на войну, и после войны, и восстановления, и обучения военных специалистов, и обучения журналистов, которые улетали в горячие точки, но это был СССР еще, СССР. Так вот я вам хочу сказать, что мы можем вместе все сделать такой поезд, когда сюда не только наркоманы придут, не только люди, которые хотят отвязаться от сахара, от тортиков или каких-то вредных привычек и зависимости, не только восстановиться после стресса, страданий, несчастной любви, привязанности, несчастной роковой и так далее, но смогут вообще зажить полноценной жизнью, потому что я сейчас живу более полноценно, и у меня есть праздник в душе, есть праздник в душе, и у меня говорят, что огонек в глазах уже есть, такой молодой, я вообще-то счастливый человек, несмотря на то, что я пережил травму, у меня семь с половиной часов оперировали под наркозом, позвонок у меня, там не позвонок уже, а титан стоит, я вот очень тяжелый инвалид, но я счастливый человек, и этому всех учу, не только морально, поддерживаю своим примером, нет, я даю приемы, которые работают научно, что такое научно, научно это когда, значит, прием работает независимо от того, веришь ты в это или не веришь, вот я даю сейчас хорошее определение, что такое научно, наука, это когда объект какой-то, который вы берете, он основан на явлениях, свойствах, закономерностях, объективных, не зависит от того, веришь ты в это или не веришь, если бабушки или дедушки, которые вообще не знают теорию науки саморегуляции, внучок научит, чтобы у него руки расходились, она потом с удивлением говорила, а у меня голова перестала болеть, а что она перестала, она же не знала, что голова перестанет болеть, не знала, а этот прием закономерно вызывает улучшение состояния, да, у нас очень много детей, очень много детей, которые учили, значит, своих бабушек, да, снимать головные боли, показываем эти приемы, вот эта книжка 96-го года, эта книжка защита от стресса, как сохранить и реализовать себя в современных условиях, она всегда актуальна, я хочу сказать, что эти дети, эти дети участвовали у меня в учебном фильме для Министерства образования и Министерства здравоохранения, который я делал, этот учебный фильм назывался «Азбука саморегуляции для детей, их родителей и педагогов». Вот как важно, потому что это должно быть в школах, это должно быть в любой школе, это должно быть в любом спортзале, это должно быть в любой общине, где лечатся наркоманы, а избавляются от лекарств. Я был в Италии у Падре Лиджио много лет назад, я там был в общинах, очень много разных общин, там по 20-25 лет, девочки, мальчики по 2-3 года, они там находятся в этих общинах, они заняты полезным трудом, система называется «Мондо Икс», «Тайная жизнь», они делают оливковое масло, они там берег моря чистят, они там строят чего-то, они в ресторанах там работают, у них прекрасные были педагоги, их учили культурным манерам и так далее, они все время были заняты какой-то осмысленной деятельностью, потому что я хочу сказать, отбросить какую-то вредную зависимость и не заменить ее чем-то, оставить место пустым нельзя, не получается, не получается. и у меня здесь написано в этой книжке «Защита от стресса» мой афоризм – «Бог помогает тому, кто старается сам». И вот когда мы соединяем нашу жизнь, нашу деятельность научными приемами, которые работают, независимо от того, веришь ты в это или не веришь, поэтому в этой книжке они были названы приемами нейрокибернетики. А сейчас мой друг Николай Сорокин, он предложил кибернетика стресса. Кибернетика – это наука управления, кибернетика стресса, потому что мы сейчас будем говорить о том, как энергию страха, энергию стресса, стресс – это неуправляемый транс, переводить на достижение нерешаемых задач, в том числе отвыкание от зависимости. Но при этом я хочу сказать, что каждый из нас – творец, и поэтому заменить эту зависимость можно только тем, чтобы пробудить свои таланты. Потому что человек по природе – творец, и поэтому, пробуждая свои таланты, занимаясь любимым делом, когда ты занимаешься любимым делом, ты можешь быстрее адаптироваться, адаптироваться в периоде отвыкания и от сигарет, и от водки, и от наркотиков. Вот есть же период отвыкания, есть период ломки, отвыкания, переадаптации. Вот на эти все периоды нужен ключ. И поэтому сейчас я вам хочу напомнить, что когда я был у Падре Элиджио, я там проводил в этих группах обучение этим приемам, и вы представляете, через день ко мне Падре Элиджио подходит и говорит, слушай, тут мне, говорит, девушка сказала, у нее три дня невыносимо болел зуб. А вы понимаете, друзья, когда зуб болит, на стенку лезешь, а вот когда перестал болеть, и вспомнить не можешь. Так бывает и со всеми делами. Так три дня, говорит, болел зуб, она подошла ко мне и сказала, Падре Элиджио, скажите, пожалуйста, доктору Алиеву большое спасибо, у меня зуб перестал болеть. Она же не знала, делая эти приемы, что зуб перестанет болеть. Эти приемы работают, это научно, это нейрокибернетика. Если человек делает эти приемы, ему становится лучше. Это не зависит от того, верит в это или не верит. Это не субъективная вещь, это не психология, это психофизиология. Там подключаются синхронизации между психическими и физиологическими процессами. Между телом и душой возникает гармония. Поэтому человек может, когда делает эти приемы, и заплакать, он может почувствовать и сонливость, он может и почувствовать, что ему смеяться хочется, он может почувствовать дрожание во всем теле. А я учу всех, тебе хочется подрожать? Потрясись. Но мы об этом еще будем говорить. А теперь давайте, запрыгивайте в поезд, давайте сюда выходит новичок, у которого проблемы, который хочет отвязаться от какой-то вредной привычки. И мы сейчас ему поможем. Итак, я потом завтра, не завтра, а в следующем ликбезе я буду рассказывать, как я изобрел гомеопатический алкоголь на время отвыкания от водки и пива. Я две-три недели, раз в неделю принимал гомеопатический алкоголь. Это 15 капель. 15 капель. Я расскажу, как я это изобрел и как это работает. Да, я расскажу, какими приемами я пользовался, чтобы отвыкнуть. Я 7 лет не пью и счастливый человек. Я не потерял праздник. Это очень важно сказать. Я не просто... Я раньше жил через силу, а теперь я живу только ощущением, что вот я встречусь с вами, я снова что-то скажу полезное, я что-то снова изобрету. Да, и я научу вас изобретать, потому что человек творец. И когда вот, допустим, наркоман, очевидный наркоман вдруг почувствует, что он может изобретать, что он получит прием озарения по заказу, когда он будет ложиться спать, думая, переживая о чем-то, а проснувшись, вдруг у него появляется идея, он начнет цепляться за эту трезвую жизнь, чтобы не потерять ее. Это так здорово, это такое приятное состояние, но это можно понять, только испытав это. Итак, поехали. Давайте, в Zoom выходите. Наташа, сбрось, пожалуйста, и в Telegram в Zoom. Да, я сбросила его, пожалуйста, через результат. Ты видел. Давайте сюда. Кто хочет отвязаться от какой-то вредной зависимости. У нас достаточно людей вот в Zoom, вот пусть отвязываются от зависимости. Смотри, у нас 21 человек. Ну, давайте кого-то сюда, чтобы я показал сразу, чтобы все научились. Пусть, пожалуйста. Давайте, давайте, кто хочет, давайте сюда. Поднимите ручку, чтобы мы пригласили, вы выйдете сюда, включите микрофон, мы будем разговаривать, все будут смотреть и обучаться. Так. Слышно. Никто не хочет, не хочет думать. Никто не хочет от зависимости от отвязаться. Сказать, самого двоечника, который пытался, допустим, дома там поделать приемы, посмотрел вчера и позавчера ролики, пытался, и что-то не получается. И вот пускай выходит сюда. Да, Рукижа Сульманова, доброй ночи всем, да, 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 всем приветствую, всем приветствую. Да. Вот у Али Ажонов в зависимости от вкусной еды. Давай, выходи сюда. У Али Ажонов. Выходи, пожалуйста. Вот пишите, ну, возьмите меня, Али О. Вот, вот пишите, ну, возьмите меня. Какие-нибудь. А? Давай. Да, их здесь много, а откуда я знаю, кого можно принять. Я никого принимать больше не буду в Зон ФССР. Почему? Ну, ты же везё. А, нет, ну, давайте так устроимся, чтобы не хулиганить. Потому что Наташа не знает, кого принять, потому что беспокоится, чтобы не испортили нам встречу. Поэтому давайте. Ребята, кто на самом деле хочет не побаловаться, а получить поддержку. Я вам дам приёмы. Вы будете. Пасам Агамедович, можно тогда я? Раз все стесняются, можно я тогда задам вопрос? Давайте. Давайте. Ну, я не думаю, что это зависимость, конечно, но, в принципе, наверное, вот кофе по утрам, да? Что? Кофе по утрам. Не расслышал. Что по утрам? Кофе по утрам. А, кофе, кофе по утрам, да. Да. У вас давление сниженное, нормальное? Великолепное. 100 на 70. То есть, это кофе вы пьёте не для того, чтобы поддерживать давление? Нет. Так. У щитовидка в порядке? Я считаю, что да. Хорошо. А что не в порядке? Если можно, если не нужно, не говорите. Понимаете? Я просто... Ну, не в порядке было, с настроением было, но сейчас уже, в принципе, в полном порядке. Я хотела поблагодарить вас за то, что узнав о вашем методе, я, в принципе, сразу его применила, когда это было по надобности. И у меня всё получилось. Расскажу такую историю. Ну, я пошла на пробежку и увидела, что пришло сообщение из определённого чата. Я прочитала и как-то внутренне очень почувствовала такую сильную скованность. Это сообщение меня прям вот внутренне возмутило очень сильно. Вот. Ну, а поскольку я шла по аллейке, где очень много людей, я понимала, что сейчас шатай-болтай я делать не буду, но мне сразу пришла мысль, просто думай о том, что ты это как будто делаешь. И за полминуты, ну, даже меньше, я почувствовала, как эта скованность ушла. Я поняла, что это всё прекрасная работа. То есть вы делали внутри себя это? Я просто думала, об этом шла, как шла, и думала о том, что я как будто делаю шатай-болтай. Просто допускала эту мысль. Правильно, правильно. Это можно так. Можно так. Любой приём, который у нас есть, шатай-болтай, лыжник, потом это весь назад, весь вперёд, лёгкий танец, плавательные движения, бокс. Мёстрогимнастику я делаю каждый день, по пять минут, ну, вот на минутку каждое упражнение. В принципе, всё получается. Я рада и благодарна вам за это. Вы меня порадовали. Вот это волшебное зеркало. Поэтому я приёмы дам тем, которые хотят отвыкать, и заполним им жизнь удовлетворением моральным, тем, что они будут полезны, они сами себе тоже создадут волшебное зеркало, когда будут выходить в интернет, будут получать кучу благодарности. Они будут расцветать, как цветы. Я вам очень признателен. Спасибо вам, сердечное. И вам спасибо. Спасибо. Так, друзья, вот там написали мне, что только пусти этих ребят, они тут, что я очень такой наивный, доверчивый. Да не, я с наркоманами много работал, я поэтому знаю, если там есть среди них уже человек, а много людей очень хороших там, очень хороших, которые не совсем пропавшие. Есть очень хорошие, и им надо помочь. Но это риск, как говорится, идем на риск, давай кого-нибудь из них, из ребят. Если он действительно хочет получить помощь, он немножко потрудится. Я ему покажу приемы, он поделает приемы, дам домашнее задание, и я думаю, через несколько дней, когда мы встретимся на следующей встрече, он появится у нас и скажет, какое у него происходит облегчение, какие идеи ему пришли в голову, вместо тех, чем он каждый день занимается. Они мучаются, это очень мучаются, ребята, я же знаю, это все. Так, ну давай, кого мы приглашаем? Красави, взумил тебя, 18 человек. Взумил меня 18 человек. Никто не хочет. Да, Магомедович. Да, Дайте, вопрос только о зависимости или можно спросить о страхе? О страхе тоже можно спросить. Кстати говоря, зависимость формируется точно так же по той же схеме, я потом вам объясню, как формируется фобический невроз. Вот фобический. Вот как раз у меня невроз. И так же она и оцепляется, и так же она и оцепляется через нейтральное состояние, через нулевое состояние. Вы нулевое состояние овладели нулевым состоянием? Вот смотри, дорогой Хосай Магомедович, вот смотрите, что происходит. Я на том ликбезе был, ну как бы вопросы не задавал, что у меня 22 месяца, и настолько психика уже слабая, что вот сегодня я пошел в лес, здесь рядом лет, и ломал веточки, елочки, ну чтобы накрыть цветы, чтобы они не замерзали зимой. И пришел отдохнуть, лег, и у меня в голову страх, а им же больно этим веточкам, и как бы и вот такой вот страх, что я нанес, наверное, травму, как бы понимать, я березу тоже не рву, веники, я покупаю их или что, ну как бы к природе я отношусь очень щепетильно, я даже все на поле собираю, как бы весь мусор, и выбрасываю, это каждый год, кто корову здесь пасут, я им говорю, они не слышат, я сам собираю в мешок и выбрасываю, потому что я в природе, я знаю, что такое природа, я к ней очень отношусь, знаете, ну очень щепетильно, я ее очень люблю и понимаю, что такое воздух, вода и земля, это три живых неумираемые тела, за счет которых мы живем, и поэтому относиться к природе надо бережно, любить природу, чтобы, ну я вот так понимаю, и вот этот страх у меня появился, не выходит, думаю, зачем я ломал эту веточку, а потом думаю, ну ничего же страшно же, она же не погибнет, ну как бы успокаивая себя, понимаете, вот такие вот никчемные, никчемные вообще страхи. Я понял, вы вообще как спите? Да, и сплю, как бы, я вам говорил, что вот по неуму вагену бывает с мешком, но дело в том, что у меня другой недуг, я с мочевым мучаюсь, я стою, и у меня опять мысли идут, я бывает даже стою, это самое, лежу и говорю про себя, что я делал, шалтай-болтай, хлест, волна, ну стараюсь опять засыпать, ну в принципе, я вообще забыл, что такое сон, чтобы 3-4 часа или 2-1 час я спал, это уже лет 20, наверное, но я так жил, у меня не было мыслей, то есть я не страдал, а сейчас 22 месяца, я страдаю любой что-нибудь раз, и у меня страх приходит, и я не могу освободиться, и долг, прямо кровь идет в мозг, скажите, пожалуйста, вот я как врач вас спрашиваю, вы лекарства пили, психотропные, транквилизаторы, или седативные, или что, обезболивающие, или что-то пили? Я их пью, ну очень редко, очень редко, уже когда, уже вот, они у меня лежат, я их, я их стараюсь пить вообще редко, понимаете? Ну я тоже не любитель назначать лекарства, я просто должен спросить, понимаете, я же должен понять, что с вами происходит. Вы шею проверяли, как у вас шея? Ну шея вроде бы нормально, но вот... Сядьте, пожалуйста, ровно передо мной. Друзья, у кого, кто шею не проверял, давайте проверим, вот так вот, сядьте вот так, свободненько, да, теперь не поднимая плеча, мягко поверните направо и смотрите на противоположную стенку, которая за вами. Так, теперь налево. И посмотрите, есть разница в повороте, или нет. Есть, потому что у меня два дня начался везде хондроз. Десять... Я вижу, вы не доворачиваете, на сколько, на пальчик, на два, на три, на сколько вы не доворачиваете в одну сторону? Право, на несколько пальчиков. Ну что вы хотите? Конечно, у вас венозный отток нарушен. Если у человека нарушен венозный отток, это значит, вот он напрягается, кровь подается к плечкам мозга, она отработанная, уходит назад, набирается новое с кислородом, а у него назад не уходит, потому что у него здесь зажим. То есть у него кровообращение мозга нарушено. Как он может при этом быть без паника? понятно, да? У меня контроль начался вот два дня назад. Вот еще из-за этого. Это обострение. Но он бы так не просто не обострился, если бы его там не было. Поэтому я всем говорю стандартную вещь. И вы, пожалуйста, все запомните и пользуйтесь. Первое. Первое. Записывать погоды две недели, записывать температуру, атмосферное давление, диамагнитную обстановку и дождь, ветер. Вот эти четыре фактора каждый день, две недели записывайте, пожалуйста. Потому что многие из нас не знают, что они реагируют на погоду. На какой-то из этих факторов. Ну, чаще атмосферное давление, но у кого как бывает. Когда вы будете записывать в течение двух недель, вы начнете ориентироваться, почему вам в какой-то день хуже, чем обычно. И вы начинаете в этот день, когда вы не знаете почему, начинаете себя накручивать. Особенно люди тревожные. Они начинают себя накручивать, попадают в эту доминанту. Каждую следующую секунду им кажется, что им хуже, 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 и они себя накручивают. А когда он знает почему, он себя меньше накручивает. То есть против неопределенности надо поставить определенность. Определенность это ориентироваться, почему мне сегодня плохо. А когда ты две недели смотришь на погоду, ты вдруг начинаешь понимать, а, оказывается, дождь собирается. И успокоился. Потому что знаешь почему. Уже меньше накручиваешься. Это пожалуйста, все делайте. Потому что очень многие простую вещь такую не делают. Это первое. Второе. Шею надо проверить. Проверить так просто. Насколько пачек два, три вы не можете повернуть. Никаких упражнений, которые связаны с какими-то действиями шеи. Вот мануальные. Я когда был мануальщиком, я очень любил щелкать вот так вот. Оказывается, нельзя. Я сколько людям перещелкал, когда им так хорошо после этого становилось, а потом позвонки наоборот садились. Нельзя это делать. Надо мягко все делать. Я вам покажу сейчас, как шею ремонтировать. Без всяких этих щелканий, без всяких этих трудностей. Теперь, все могут пользоваться тем, что два-три раза в день просто брать вот так вот, вот эту больную точку, массировать. Для этого делается подставка рукой. Рукой, чтобы кисть была свободная. И массируйте, если у вас болит это место, помассируйте ее мягко. Все можно делать мягко, без всяких проблем. Мягко, да. Потом, скорая помощь, когда страхи. Берете уши, разминаете. Когда страх какой-то, паника какая-то, уши разминаете. Берете, просто разминаете уши. Отсюда миллион панипульсом пойдет нервную систему, мозг. Разминаете его здесь носочек за ухом, здесь тоже разминаете. Так. Теперь слушайте меня. Вот мой сын Лен показывал, он тоже психолог, он прошлый раз показывал, как брать вот эти две точки, вот эти точки под затылком, вот эти точки, вот так вот берете, разминаете. Вот эти точки, вот эти точки, они регулируют взаимоотношения симпатического отдела и парасимпатического отдела нервной системы. они очень важны. Я когда выводил из панических состояний людей и после терактов и вообще выводил многих людей, я сочетал иглотерапию с приемами саморегуляции. Так вот я брал рецепт, это вот этот отдел шеи, это отдел вот этот вот и точку хайгу, точку хайгу. Да. Иногда я брал точку хайгуань, вот эту точку, хайгуань. Вы можете посмотреть там в интернете, возьмите руководство Джу Лянь, она была директором института в Пекине, Джу Лянь, руководство по джэнь, джю терапии, джэнь это игла, джю это прижигание. Джу Лянь, руководство по джэнь джю терапии, и там есть Атлас, Атлас, это просто один из самых лучших учебников по иглотерапии, их много, но это один из самых лучших. Это в свое время подарило китайское здравоохранение, советскому здравоохранению, с предисловием китайского члена члена под лидбуре Дуби, который там написал, как ей она, Джу Лянь, когда у него болела голова, под коленку поставила иголку, и она у него голова перестала болеть, потому что там под коленкой на самом деле точка Джу Сан Ли, которая точка от многих болезней, как и точка Хэ Гу. Так вот, там есть Атлас, и наберите там Хэ Гу, Хэ Гу, наберите, посмотрите эти точки на затылке, посмотрите эту точку Нэй Гу Ань, Нэй Гу Ань, эта точка скорая помощь при сердце. Очень многим людям я помог тем, что когда у них приступ сердечный, эту точку берешь и вот так разминаешь, прямо прессура такая вот, с вибрацией, током бьет, потому что там нервы проходят. Два пальца вот так вот свои поперечные пальцы кладешь, вот она здесь, в середине пространства, два пальца от начала кисти, да, в середине, здесь когда нажимаешь, током немножко идет, и здесь когда нажимаешь, током немножко идет, это для сердца, для сердце на иглой а это для головы для легких для дыхания для горла вот это вот хэгу надо сверху класть руку вот так раз сверху не вот так вот не вот так вот сверху просто кладете вот держите эту руку а эту кладете сверху вот так если держать здесь бугорок да ну вы потрогайте там такая ломотка такая там нерв проходит но это там в атласе посмотрите не будем на этом задерживать и так делайте 20 раза в день разминаете шейку вот так легче потому что когда просто так рукой делаете к устает когда рукой другой подбиваете она свободна не устает ходишь по комнате разминаешь никаких проблем или сидишь и разминаешь 20 раза в день по несколько секунд там не надо по полчаса делать это короткие действия и уши и скорая помощь скорая помощь это уши поняли меня да теперь послушайте когда делать упражнение у нас из всех ра гимнастика по методу ключами с хлёвов когда хлёс это на для новичков покажу может быть там и для ребят этим они попробуют которые нам портили тут кино как говорится ну пускай посмотрим сейчас это все дети делают и они вспомнят когда были маленькие тоже делали с руками по стене пищи должны быть свободны вот так свободно свободно вот так бросаете на и в это время переживайте о чем переживается одну минуту делаете вот так свободно и думаете о чем думается например поругался с тем то хочешь помириться переживаешь об этом или вот елочки ваши там что-то вы там испортили саду и переживаете вот вы продолжаете переживать вот так делайте вот так а потом делайте вот так лыжника бросайте руки вниз пятки поднимайте или бросайте руки вверх пятки поднимаете потом делайте вот так как дети делают и в это время продолжайте переживать не надо думать о том как правильно делать это ошибка думайте о чем думается переживайте о чем переживается и делайте эти простые действия выбираете то которое вам подходит который вам трудно делать или больно не делайте там много много посмотрите синхрогимнастика по методу ключ пять минут который изменит жизнь в ютубе наберете посмотрите и вот я вам сейчас скажу и там есть пожалуйста наберите целебный ролик . помоги себе сам там одно ключевое дыхание одна минута всего ключевое дыхание это лучшая техника дыхания в мире потому что всего одну минуту и вы делаете это так думаю о чем думается переживая чем переживается и там прием волна вы переживаете о чем переживается и просто качаетесь соединяете свои переживания с комфортным колебаниям и через несколько минут вы начинаете чувствовать чтобы освобождается от неприятных мыслей и вы выходите на состояние пустоты в голове комфорта вот тоже самое состояние о чем я вам читал в начале когда девушка говорила у меня взгляд остывший остекленевший застывшие ягод ничего не думаю ни о чем не чувствую только кайф вы выходите туда только таким путем пожалуйста ошибка которую люди делают иногда они начинают раскачиваться и сразу каждую секунду ждут когда же станет легко и сами себе мешают надо переживать о чем переживается и качаться именно как приятно или стороны в сторону или по кругу или восьмерка ну как вам удобно кстати говоря если вы вспомните вы так сами и делаете иногда только не обращайте на это внимание может быть вы делаете так креслом крутите или ногой качаете или ходите туда-сюда по комнате вы делаете повторяемые действия потому что повторяемые движения снимают напряжение поэтому появились четкие повторяемая молитва поэтому все появилось и когда вы делаете эти приемы и упражнения у вас могут и сонливость пойти если вы не спать значит надо спать слезы могут пойти надо плакать зевота может пойти надо зевать стонать может быть захочется на расстанать кричать может быть захочется а мне спросишь ваша чем не делать кричать хочется соседи чем подумать так закрой дверь это уже не ко мне вопрос я вам говорю чё надо какой там это сделать это вы уже придумать и как давно видимо не кричали туша требует ну да если вы это эмоцию не выпустите вы ее выпустите на детей на соседа на мужа это же мина не отреагированные эмоции они всегда выстрелят поэтому вот эта разгрузка нужно для того чтобы освобождаться почему у человека возникает это загруженность потому что он часто совершает действия которые он не хочет совершать ну например муж требует от жены чтобы она была вот такой а не вот такой и она бедная должна все время не в своей роли жить конечно у него накапливается напряжение а как она снимает напряжение она выговаривается она выговариваются выговариваются выговариваться выговариваете напряжение снижается почему бабушки они все время ворчат потому что выговариваются да как же а мужчина когда у него напряжение растет когда он думает о чем-то он себя уходит он замыкается он не хочет чтобы выдергали отвлекали ему надо чтобы все подчинялись немедленно. Идея ему пришла, например, сделать что-то. Ему нужно, чтобы что-то тут же сделали. Он говорит, сделайте мне это. А если кто-то не делает, у него раздражение растет. Очень много таких психологических вещей, которые накапливаются. Вот человек, у меня говорили на одном из наших вебинаров. У нас, кстати, вебинар тоже будет. Мы еще один ликбез проведем, еще будет вебинар, это вообще там супер. Ну, короче говоря, не важно. Одна женщина мне сказала, я кошку выкинула. И потом, говорит, когда я делала разгрузку, у меня слезы потекли, потому что, говорит, я вдруг поняла, почему я два года болею. Потому что я все время бессознательно, когда случаются какие-то проблемы, я эту кошку свою вспоминаю. У нее засела здесь, совершила она бессовестный для нее, как представляется, поступок. Совершила грех. И вот у нее все время напряжение. Она поэтому зашла уже в психосоматические нарушения. Поэтому есть совесть, есть этика личности. И когда человек думает, почему я болею, или почему у меня плохое настроение, оказывается, есть вещи, когда он делает что-то такое, которое вопреки себе. Человек-то вообще по природе хороший. Он творец по природе. Ему бы создавать что-то, любить, сотрудничать, дарить. Это нормальные качества человека. А когда ему не дают это делать, или это не поощряют, например, мужчина, вот он пытается делать, что-то придумывает, а ему говорят, да зачем, кому это нужно. И обрубают под корень. А что ему потом делать? Вот купить. Понимаете, откуда все это происходит? Или человек совершает действие, которое ему не хочется совершать, поэтому у него напряжение растет. Или он совершает какие-то действия, которые потом мучаются совестью, мучаются, и никуда от этого не денешься. Но это при здоровой психике нормальный, и сон плохой, и так далее. Или он накручивается. А вот когда на разгрузку делаешь, и это все выплескивается, и стонать может хочется, и зевать может хочется, и кричать может хочется, и может спать хочется, надо все это сделать. Если хочется спать, надо спать, а не дрова колоть. Чтобы ошибки не было. Вот это есть наука. Чтобы знать вот такие вещи, такие правила. Как это делать? У меня тут много звонят, пишут и говорят, да это же есть в йоге, да это же есть там в цигуне, да это же есть там-то, есть там. Вот так просто там никто не объясняет. Я объясняю с примерами. Когда я вам сказал просто, что девочка, которая задумалась, глядя в окошко, не выспавшись, задумалась. И когда учительница линейкой хлопнула, она была в нирване, но непроизвольно. Поэтому это не нирвана, я сказал. Это вынужденная реакция, но это защитная реакция мозга. А у Будды нирвана, потому что он ее получает, когда хочет. Вот такими примерами, доступными, я поэтому, как специалист, обучаю много людей. Потому что, что такое нирвана, никто не мог объяснить. Даже вот по преданию, к Будде подходили, рассказывали, это, 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 это. А он говорил, нет. А я вам сейчас объясню простым примером. Поэтому наша школа быстро развивается. Но самое главное, мы создаем науку человечности. Я сейчас вам сказал, если человек в стрессе, у него есть выживание, вся энергия мозга идет на выживание. А мы теперь учимся выходить на нулевое состояние. И когда стресс снимается, вы можете помечтать о том, что когда у вас будет стресс, вы сразу вспомните, какой вопрос вы хотели решить, и решить не можете. Или в личных отношениях, или по отвыканию от какой-то зависимости. Вот когда будет стресс, вы сразу вспомните, и тогда вы заметите, что вот эта энергия стресса перераспределится, как в айкидо, на решение той проблемы. Это будет у вас стресс-трамплин. Видите, как я просто объясняю? Это сложнейшая вещь, то, что я вам объясняю. А я вам просто это говорю, чтобы понятно было. Когда будет стресс, когда будет страх, паника, сделайте следующее. Сразу пальцы, 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 пальцы сожмите до боли, все 10 пальцев, и вспомните, какие у вас висят нерешенные вопросы. И энергия пойдет на их решение. Вы потом увидите, вам станет сразу легче, потому что в этот момент, когда у вас паника, вы сделали вот так, во-первых, вы создали вторую доминанту, энергия мозга уже распределяется на две, и та обесточивается, страх уменьшается. Во-вторых, вы вспомнили в этот момент, какие у вас есть вопросы. Это можно сделать в разгрузке, вот когда вы вышли на дно. Потому что, когда вы в стрессе находитесь, вы не можете об этом вспомнить, какие у вас задачи, потому что вас трясет, у вас страшно, вам кажется, мир на вас падает, валится, вы не знаете, что делать. Вот теперь, пожалуйста, от чего вы хотите отвязаться? От чего вы хотите избавиться? От желания кушать торт? От кофе по утрам, как мне сегодня сейчас сказали? От чего? Вот у вас теперь есть задача. Вот вы сейчас выходите на состояние безмятежности, выходите на состояние, когда нет напряжения, а когда есть пространство в голове такое, когда вы как вот состояние можете помечтать, и в этом состоянии помечтайте, когда вам захочется кофе пить, вместо кофе, что бы вы хотели туда поставить? Полезное для вас. стресс. Да. И теперь, когда у вас будет какой-то стресс, вы это вспомните, вот это вспомните, что хотели вместо кофе туда поставить. И эта энергия стресса пойдет на решение этого вопроса. Скажите, пожалуйста, если кто-то не понял, я еще раз объясню с другим примером, по-другому. Так, кому-то мне еще надо было. Давайте вопрос. Время отвыкания нужно. Время отвыкания заполнить этими приемами. Шалтай-болтай, потом сели, потом стадия последействия. Это когда вы поделали первые дни, допустим, делаете несколько приемов, которые вам подходят, которые вам не подходят, не надо делать. Приемы подбирайте по критерию максимальной комфортности. Никаких усилий таких, чтобы себя насиловать, не нужно. Это не спорт. Это восстановление. Потом сели, задумались, вот так вот. И там можете помечтать. Там можете помечтать, от чего вы отвыкаете и чем хотите заменить. Когда у вас будут стрессы, вспомните обязательно это. Вспомните. И вы заметите, как вы быстро отвыкаете. То есть переадаптируетесь к новым условиям. Я понятно объясняю или нет? Давайте кому-то, кто-то вопрос задайте, чтобы я объяснил по-другому. Давайте вопрос. Вопрос можно задать? Вот вы мне задавали вопрос про паники. Вы поняли? Вот я вас знаю. Давайте новичок сюда. Новичок, новичок давайте. Который отвыкать хочет от чего-то. нету никого? У нас 22 человека находятся в зоне. Так. 23. Так. Я не знаю, среди них есть новички или нет. Новичок есть здесь? Новичок. Постоянные участники школы. Пожалуйста, не надо сейчас заходить. Потому что вы и так можете получать. И в Телеграме получать, и в Ютубе получать, и в школе получать, в обмене опытом, там в Фейсбуке, ВКонтакте обмен опытом идет. Пожалуйста. Новичок, который вот не знает ничего этого. У нас же сегодня ликбез специально для того, чтобы отвыкать от зависимости. Итак. Спасай Магомедович, можно я еще добавлю, что благодаря включу, что у меня получилось. Дело в том, что я ну, хотела всегда шить, но испытывала страх. Этот страх был настолько серьезный, что даже я не могла подойти к машинке. Я по-прежнему профессионально не могу, не училась, но дело в том, что благодаря тому, что я применила, да, благодаря ключу, у меня, я просто сидела, и у меня пришло такое озарение, я просто хочу это сделать. И что вы, и хочу показать работы, которые получились. Вот посмотрите, сейчас постараюсь, вы смотрите, это получилась одежда для, ну, для такого, сейчас я покажу, для кого? Извините, Наталья зовут вас, да? Да, для вот такой вот игрушки, вот, посмотрите, какая одежда получилась. Очень удивительно, причем образы стали приходить сами по себе, вот посмотрите. Вот я вас поздравляю, я вам всем хочу сказать, особенно ребятам, которые с наркоманией связаны, которые нам выходили туда, вот, сами хотели выйти, я вам хочу сказать, и у вас, в душе, у каждого есть вот эта, душа, душа творца, у каждого в своей области, у мальчиков, может быть, они хотят самолеты создавать, или архитекторами, девочки там, может, свое, но если вы не начнете делать это, не начнете выпускать именно самые лучшие свои стороны жизни, свои таланты, способности, вы все время будете быть несчастными, потому что у вас не будет точки опоры, потому что любимое дело, это одна из точек опоры, да, Наталья, еще покажите, пожалуйста. Сейчас я одеваю, и вот вы понимаете, какое чудо, действительно, я вообще настолько увлеклась этим процессом, что мне не хотелось даже спать, и мне хотелось что-то делать, делать, творить, и создавать какие-то образы, понимаете, вот, это и кармашки там, и всякие вот, свет плохо падает, ну, в общем, просто удивительно, и я сама настолько впечатлилась от этого всего, что мне так это все понравилось, что я могла ложиться в 2 часа ночи. Ну, спать надо, спать надо, на самом деле. Я вас понимаю, спасибо большое. Спасибо вам. Ну, давайте так, в следующий раз тоже нам что-то покажете. И расскажете про кофе, как у вас, как вам удалось от него избавиться. Так, что вы сделали, как удалось, если не удалось, прям честно скажете, не получилось, и я добавлю прием. А может, у вас сразу и получится, а я думаю, получится. И вы расскажете схемотехнику, как у вас получилось, поделитесь со всеми. Так, давайте новичок, новичок давайте. Вот смотрите, Ирина Каханова, Каханная, я хочу отвыкнуть от раздражения по мелочам, я новичок, давайте сюда, Ирина Каханова, она новичок написала. Давайте, 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 быстрее, время идет. Здесь многие спрашивают, как присоединиться к эфиру. Ссылка на Zoom у нас закреплена вверху чата. Для того, чтобы присоединиться, у вас должна быть установлена программа Zoom на компьютер или телефон. Вы должны быть в ней авторизованы. Вот. Тогда вы сможете войти по ссылке. Давайте, давайте, вот, давайте, вот, кто сейчас писал, от пищевой зависимости, кто хочет избавиться. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, выходите, давайте. Что, Наташа, надо им сделать? Не могу зайти, код, и пароль не имеет. Там, Лилита какая-то написала. Не могу зайти, код. Какой код? Zoom там есть. Ну, наверное, вот этот вот, длинный код и пароль. А, ну, даем, я не знаю, почему, одни могут пройти по ссылке, а другим надо код и пароль. Я вот это. Ну, даем, даем на всякий случай, Не копируйте. Не копируйте, да. Ну, там, посмотрите, если не в Ютубе, посмотрите там в Телеграме, кто не записан там, запишитесь в Телеграм. У нас под роликом ссылки, все контакты. Я сюда и не вижу, во-первых, кто не копирует, невозможно. Мы не можем скопировать туда. Как найти увлечение, написано. Здесь то же самое, то же самое, увлечение найти. Именно через выход ноль, ключ вообще основан на использование нуля. выйти на ноль, это мы показываем, какие действия делаем, синхронные текущему состоянию, то есть подбираем действия по критерию максимальной комфортности из самых разных движений. Плавательные движения, двигательные движения, бокс движения, такие движения, как вот на лодке плывешь. Все движения перечисляешь, проверяешь, какой тебе подходит, и пока ты это делаешь, ты вдруг выходишь на состояние, когда тебе хочется просто думать ни о чем. Вот такое состояние. И в этом состоянии, в этом состоянии у тебя открываются способности. Если ты этого хочешь, если ты хочешь этого, у тебя это будет получаться. Если ты не хочешь этого, ты просто не обратишь на это внимания. Так. Теперь я слышу, слышит ли меня? Давайте, давайте, давайте. Я сейчас еду за рулем, поэтому мне немножко не совсем удобно, но тем не менее. Тем не менее, вы новичок у нас, да? Да, я на вашем эфире первый раз пришла по рекомендации Виссариона. А, привет, Виссариона, это мастер трис. Да, да, это мой учитель, поэтому по его рекомендации не могла не прийти. Я недавно вот там на Всероссийской ассоциации выступал на круглом столе, говорил о том, что есть достойная идея, это чтобы тризовцы все как раз таки собрались для того, чтобы сократить кризисы и войны на планете. И вот я их привлек в нашу школу Человек будущего Homo Futurus именно для этого. Я не знаю, как они отреагировали, но я считаю, что это наследие от Шулера как раз таки достойнейшая из идей сократить кризисы и войны на планете, чтобы сохранить разум. И про то, что от Шулера говорил о развитии творческой личности. Конечно, вот сейчас мы занимаемся тем, что мы у наркомана, который хочет бросить наркотик, развивать творческую личность. так вот, тут и Альтшулер, и как раз таки медицина, тут междисциплинарные проблемы все, все, стыковки все. Я как раз этим занимаюсь, в нашей школе человек будущего Homo Futurus. Что такое эта школа? Какими качествами и способностями будет обладать человек через тысячи лет в русле эволюции? Он будет изобретать со скоростью инстинктивных реакций в условиях Я с вами на 100% согласна, потому что у меня тоже есть школа для детей, и мы в ней преподаем ТРИС, для того, чтобы дети умели этим пользоваться с, скажем так, с дошкольного возраста. Ну вот, и поэтому им сколько лет там? Дошкольное-то 5 лет, 6 лет, да? Начинаем обучение ТРИС от 4 лет. А, ну вот, если вы понаблюдаете за ними, они все приемы в синхрогимнастике делают инстинктивно. Да, и нейрогимнастику и ЛФК мы им тоже даем. Ну да, да, они делают инстинктивно, а мы начинаем саморегуляцию обучать где-то с 7-8 лет и даже в учебнике по физкультуре профессора Матвеева 10-11 классов. Это синхрогимнастика по методу саморегуляции. Ключ стоит в учебнике. Контрол, очень даже любят, когда едят во время вебинара. А теперь, пожалуйста, задайте мне вопрос. Вопрос у меня достаточно простой. Я не имею никаких таких пагубных зависимостей, которые считаются зависимостями, но я считаю, что у меня есть зависимость, и она выражается в том, что я раздражаюсь по мелочам. В некоторых случаях этого можно было бы и не делать, потому что это действительно мелочь, но тем не менее внутренняя реакция, паттерн какой-то сформировался, а эти вещи, на мой взгляд, они очень негативно сказываются на здоровье. потому что я понял, почему человек обычно раздражается, когда у него энергии не хватает. Когда он не может повлиять на то, чтобы было по его, и вот в общем-то, на мой взгляд, у меня зависимость в том, чтобы, ну скажем так, было по-моему, но это я так думаю. Нет, я как раз об этом говорил, что когда человек живет не в своей роли, когда он хотел быть так, а вынужден жить по-другому. Я об этом говорил, но при этом еще, когда энергии не хватает, поэтому в первую очередь, когда вопросы раздражимости возникают, я спрашиваю, а как вы спите, вы высыпаетесь или нет? Если человек не высыпается, у него раздражительности больше, конечно. Ну, я просыпаюсь в районе пяти часов утра практически ежедневно, ну, бывает засыпаю, бывает не засыпаю, ложусь спать в десять часов вечера. Ну, это более-менее такой режим нормальный, а шея как? Ну, шея зажата. Ну, поэтому вы три дня подряд делайте вот так вот, по три-четыре раза вот эти вот моменты, жалко вы сейчас за рулем, я не могу шею проверить, но вы когда домой придете, вот так. я смотрела, как вы рекомендовали сделать проверку. Да, и кроме этого еще вот так, просто видите, вот так вот, вот так, если больно, особенно, если больно, особенно вам надо это сделать, вот так вот проводите несколько раз, вот так вот, справа и слева, вам надо освободить шею от этих спазмов, чтобы кровоток улучшить, потому что раздражимость это вообще-то недостаточность энергии, это когда мозг не снабжается так, как нужно. Ну, и, конечно, в глобальном смысле, когда человек живет не в своем образе жизни, если вы вынуждены заниматься не тем, чем вы хотите. Конечно, вот как вы и сказали сейчас, что вы бы хотели вот так, а вам не... Да. Поэтому человек, все революции, оказывается, совершает для того, чтобы у него было личное время. И это марксизм, оказывается. У меня одна женщина, профессор кафедры марксизма-ленинизма, когда вдруг, когда она подделала эти левитационные приемы, потом села и говорит, вот же о чем Маркс говорил. Я говорю, о чем? Личное время. Вот когда голова освободилась от мешанины всякой, и вдруг она такая, вот эта нирвана, пустота, вот это вот состояние нуля, там бесконечность времени. А когда человек все время задействован, вот подневольный труд или еще какой-то такой тяжелый труд, у него никогда времени нет. Поэтому производятся все эти революции, потому что человек-то, человек, он пытается все время быть свободным. А что такое свобода, в первую очередь? свобода мышления, потому что человек хомо сапис, человек разумный. Если у него нет времени подумать, конечно, он не свободен. А это снимается как раз напряжение. Когда напряжение снимается, лишнее, у него освобождается время думать. Да, и он начинает понимать, как все устроено и что нужно сделать, чтобы быстрее достичь своих мечтов, как говорится. Так. Еще, пожалуйста, задайте мне вопрос, попытайте меня, пожалуйста. Вот у меня, когда вы говорили по поводу упражнений, у меня возник момент, что эти упражнения, просто были примеры, они могут выполняться, что называется, визуализацией, а не выполняя... Да, внутренние, внутренние, да, да, их можно делать не механически, а внутри себя. Да, конечно. И вообще можно подобрать, когда вы нервничаете, подобрать действия, которые вы прокручиваете. У нас есть, знаете, что вот на Фейсбуке у меня было такое упражнение, которое мысленно делаешь, называлось «Колесо». Вот вы помните, приходил раньше, ну, вы, наверное, не помните, вы молоденькая, чистильщик, не чистильщик, ножи чинил, ножи чинил, по домам ходил, по дворам, все хозяйки выносили ножи. Я жила в деревне, а к нам приезжали не чистильщики, приезжали собиратели ветхого тряпья, вот такие вот вещи, ну, это достаточно давно было. Да, да, я их тоже помню. А вот приходил еще вот, который ножи чинит, и все хозяйки приносили ножи, и он крутил, значит, педаль, и крутилось вот это вот, и он так ножом проводит, вот так, искры летят, прямо искры летят, и он чинил всем ножи, и вот это вот колесо, колесо, можно себе представить, вот, допустим, вы в раздражении находитесь, можете сразу представить, что вы все это раздражение вот так на этом колесе, как ножом проводите, искры летят, прямо искры летят. Вы знаете, когда действие мысленное находите синхронное текущему вашему состоянию, вот это и есть ключевой прием, то есть подобрать образ или движение синхронное текущему состоянию в этом моменте. Фактически создать некий такой, ну, скажем так, как ключ, да, то есть именно для этой реакции. Да, 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 но он оказывается универсальный, то есть если вы для этой реакции создаете, у вас снимается вообще напряжение, а потом вы более простым способом можете его снимать, то есть так навыки формируются. Ну, вы когда несколько раз так сделаете, вы почувствуете. Вот, допустим, у вас случилось какое-то напряжение, вы сразу какое-то действие, любое, которое придет в голову, прокрутите несколько раз, потому что организм инстинктивно выдает защиту. Просто люди не знают, что это надо приветствовать, а не бороться с этим. Я вам сейчас пример приведу, и для всех это будет полезно. А это я на телеграме буду более подробно говорить. Смотрите, если человек жалуется, говорит, я часто волнуюсь, я часто нервничаю. Вот, например, я иду в школе к доске, и меня прямо трясет. Так вот, на самом деле метод-ключ основан на том, чтобы подобрать действие в синхронное состояние. Если тебя трясет, потрясись. если ты нервничаешь, нервничай сильнее. Ну, когда ты несколько раз идешь навстречу своему страху, идешь навстречу своему невротическому проявлению. А не стараться... Как нырнуть туда, да? Конечно, конечно. Идешь... И позволит ему пройти через себя. Да, и тогда снимается напряжение, потому что, пока ты с ним борешься, у тебя потенциал напряжения растет. Пока девушка все время старается не дрожать на выступлении или там стоит у доски, пытается побороть себе это, у нее же напряжение растет. А если она... Как она говорит, от этого шея зажата получается. Конечно. Это спазм, это как раз таки потому что в шее, когда ты все время нервничаешь, сосредотачиваешься, думаешь, шея играет роль компрессора, который качается и крон. Напрягается, расслабляется, напрягается, расслабляет. Датчики повесить на тело, дать человеку читать газету, когда он наиболее сосредотачивается, датчики шеи в первую очередь работают. То есть, шея это компрессор. И поэтому все с техандрозами болеют, потому что они часто сосредотачиваются, они нервничают, в этот момент шея начинает работать, подает кровь, и когда это часто происходит, она зацикливается, и тогда возникает вот это вот остеохондроз. И так поэтому, вот я сейчас говорил, это очень важно, идти навстречу, допустим, вас трясет, надо потрястись, но не перед доской там на уроке, а дома несколько раз поделать это упражнение, называется потрястись. воображая себе, вот допустим, послезавтра экзамен, и вы как только думаете об экзамене, вас трясут. Так вы думаете об экзамене и тряситесь дома, осознанно, как упражнение. А потом вы, когда пойдете на экзамен, вы вспомните ментально чисто, без тряски, как потрястись, вот это домашнее упражнение вспомните. Да, условный рефлекс сформируется тогда уже. Да, 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 конечно, об этом и речь идет. Ключ это условный рефлекс, поэтому у нас есть механические повторяемые движения на высоких разных частотах, низких, высоких, ходить туда-сюда по комнате, это медленно, а трясись это быстро, одно и то же, повторяемое движение снимает напряжение, в зависимости от уровня напряжения, то выше, то ниже амплитуда. Так вот, теперь смотрите, а есть еще переход, левитационное движение, левитационное, которое я на книжке показывал. Дело в том, что когда вы ходите туда-сюда по комнате или трясетесь, у вас работает в этой тряске, в этих частотах автоматизм. Автоматизм, то есть это инстинктивно происходит. Так вот, дело в том, что когда вы ищете автоматизм, например, чтобы руки на автомате пошли, они моделируют то же самое состояние, только с другого входа. Это триггер. Ходить туда-сюда по комнате снимает стресс, это триггер. И потрястись тоже триггер. И сделать вот это, это уже другого качества триггер. Автоматизм находите с помощью идеомоторных движений. то есть вообразили, что руки пошли, и они пошли, и в этот момент вы сбрасываете напряжение, это квантовый переход так называемый, и выходите опять на нулевое состояние. А там очень благодарна. Да, изобретение там и происходит. Я вообще учу людей озарению по заказу. Вы знаете, простите, я просто скажу, что у меня самая сильная сторона это свободная генерация идей. Отлично, отлично. Но это у вас генерируется, а вы другому человеку передать не можете. Почему? А эти приемы? Нет, 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 сейчас я объясню. Я объясню, что я имею. Вы имеете ввиду, как данную способность? Или против идеи? У вас эта способность есть. И у другого человека эта способность есть. Но если он будет раскрепощенный, она у него обнаружится. А он пока не знает о том, что у него эта способность. И поэтому вы ему это объясняете вербально. Ну да. А если вы его просто дадите ему раскрепоститься, она у него и откроется. То есть это приемы раскрепощения. У меня Калошин, мой друг Николай, который учился у Альшулера. Когда первый раз он сделал у меня эти приемы, руки пошли, он говорит, слушай, вот же о чем Альшулер рассказывал. Там в этом состоянии нуля. нет страха, нет шаблонов мышления, нет авторитетов. То есть там как раз какие-то состояния, которое нужно изобретателям. Поэтому если вы раскрепощаетесь, у вас это открывается. А если человек зажатый, вот вы допустим учите кого-то ТРИЗУ, вместе с теорией дайте ему раскрепощающие приемы, и он будет успешнее учиться ТРИЗУ. Я понятно объяснил, нет? Очень. Очень доступно. Спасибо огромное. Я вам очень благодарна. Спасибо, спасибо. Я думаю, что у нас есть точки для сотрудничества. Так я давно хотел, я же там выступал на круглом столе у вас в этой Всероссийской Ассоциации. Да, я поняла, на конференции РАТРИС вы выступали. Ну да, я жду, когда они пришлют моё выступление, чтобы всем в школе показать нашу. Я же сказал, давайте дружить со школой человек будущего. Потому что я тоже люблю Атшулер. Я также Теслу люблю, потому что также они и Гурджиев точно так же. Да, Тесла описывал, как он делал изобретение, что он входил в особое состояние, погружался и к нему приходили мысли. Он между этими мыслями выбирал то, что его интересовало. Он продолжал переживать, он продолжал думать, о чём он думается. В этот момент он за счёт глубокого сосредоточения, особенности своей нервной системы, впадал в это состояние, отрешался от всех вот этих проблем, и в этом состоянии нет страха, комплексов, стереотипов, и нет шаблонов мышления. Он там продолжал думать, уже в нулевом состоянии. это поточное мышление называется. Мы ещё потом об этом поговорим. Давайте вопрос. Спасибо вам большое. Виссариону привет от меня. Я думаю, что он где-то тоже участник этой встречи. Мне можно вопрос? Да, конечно. А меня мобилизация беспокоит тоже. Вот вопрос очень хотела задать. Мобилизация. У меня сына забрали, и я вообще сильно в этот страх вхожу. Вроде потом успокоюсь и опять. Правильно делаете, потому что вы мама, а как же может мама не беспокоиться со сыном. Поэтому, поэтому, чтобы снимать лишнее напряжение, надо не бороться со страхом, надо не бороться с напряжением, надо не стараться насильно думать о другом. Вот как психологи обычно говорят по наивности, если я плохо, думай о хорошем. Но если бы человек так мог, и в психологии не надо было бы. Когда плохо вам, думайте, о чем переживаете. О сыне переживайте, переживайте, но вы переживаете, соедините переживания с колебаниями. И через пять минут вы заметите, что вы спокойнее становитесь. А когда вы спокойнее становитесь, вы сохраняете свою нервную систему, улучшаете работу организма, вырабатывается иммунитет, и вы зато потом сможете и будете письмо писать или разговаривать по телефону или еще, найдете нужные слова. А так, когда мама сама трясется, я, знаете, сколько людей выручил, мне потом пишут письмо благодарность, через 20 лет. Парень на крыше там где-то стоял, хотел кинуться вниз. Ну, у него была идея такая. И вот он говорит, вы мне спасли жизнь, я говорю, как я мог, я же не знал, что ты там на крыше стоишь. Он говорит, мы с мамой по телефону в этот момент разговаривали, я сказал, мама, прощай туда-сюда, она мне сказала что-то, я после этого очнулся. Да, я с этой мамой, оказывается, в этот момент по телефону разговаривал. Она мне позвонила, я у себя в центре сидел на Таганке, Центр защиты от стресса, она мне позвонила и говорит, спасите, помогите, куда звоните, у меня сын стоит на крыше, сейчас бросится вниз, это было 20 лет назад. Я говорю, вы что сейчас делаете? Она говорит, я мечусь по комнате. Я говорю, мечите сильнее. Она говорит, вы что, что, я с ума сошла, что ли? Она говорит, телефон номер, знаете, куда звонить надо? Я говорю, мечите сильнее. Она стала метаться сильнее, потом я говорю, еще сильнее, еще сильнее, метаться, метаться, потом села, говорит, Ох, отпустила Я говорю, вот теперь разговаривайте с ним нормально И она ему что-то сказала И он вслескивает И этот парень мне через 20 лет написал Вы понимаете, если вы будете спокойнее Вы найдете как лучше себя Как делать От того, что парень вернется, допустим А вы за это время заболеете и будете инвалидом Вам это надо? Нет Ну так вот, а вы знаете, голова наша Такой большой помощник Когда мы с ней с головой дружим Когда мы с головой не дружим Мы не знаем об этом Нам кажется, что мы все понимаем На самом деле у нас стресс А когда стресс снимется Вы по-другому будете думать Вы поймете некоторые вещи, которые надо сделать Для того, чтобы он быстрее вернулся Ну вы будете лучше понимать ситуацию Любую Это не только для тех, у кого уехал кто-то Это вообще для любой жизни Для любой ситуации Вот эти приемы короткие Которые вы подбираете По критерию максимальной комфортности для себя Потом, знаете, первые дни надо просто посидеть Отпустить себя Момент истины Потом вы делаете приемы в волна Возьмите целебный ролик Помоги себе сам Поделайте Вы заметите, вы всегда сохраните И вообще лучше все будет Вы увидите Так, еще вопрос давайте У кого? Спасибо У меня Много человек с поднятой рукой А, ну вот-вот начали теперь Когда заканчивается Кому можно говорить Давайте вопрос Я вас знаю По-моему, вы в Украине, нет? Да Мы с вами вчера разговаривали Да Ну вы сделали то, что я вам рекомендовал? Делаем Я хотела спросить Вот вы говорите Надо пускать состояние в себя То есть если начинается паническая атака Ее, значит, пропустить Не останавливать ее А просто пропадать ей овладеть или как? Что вам в этот момент хочется делать? Вы должны услышать себя Что хочется в этот момент делать? Хочется плакать, надо плакать Хочется орать, надо орать Это первые дни, 20 раза Как упражнение Что вам хочется в этот момент Когда у вас паническая атака? Ничего не хочется Я, у меня все замирает Я замираю У меня поднимается страх Я схожу в панино Вы забираете Вот так ставите, пеняете Да Ну, замираю, да Встаньте, пожалуйста Вот сейчас все смотрите, что происходит Оцепенение, я сначала сказал Инстинкт самосохранения вызывает Бей, беги, оцепеней Три реакции Оцепенейте, пожалуйста, как можно сильнее Вот сейчас Оцепенейте, возьмите себя, оцепенейте прямо Вот оцепенейте Глобально оцепенейте, насколько вы можете Буквально 5 секунд, 5-10 секунд Я обещал показывать приемы, которые за 5 секунд снимают стресс Это надо делать то, что организм просит Так, оцепенели, да? Да, мне жарко стало Как стало? Как теперь голова? Как вы сейчас? Жар по телу пошел Ну, жар пошел, правильно А как сейчас состояние у вас? Да, я немного расслабленнее Так, еще раз оцепенейте, пожалуйста Сейчас жар перестанет, это вы поначалу просто А молодец, умничка Да, это упражнение Это упражнение Дети делают Они когда играются, они договариваются Схожу точка и застынь Дети делают, это дети Это еще Гурджиев говорил У него тоже есть такое упражнение Оцепенение Потому что это соответствует инстинкту самосохранения Поэтому, когда человек в стрессе Ему инстинктивно хочется Или бежать Или бить Или оцепенеть Надо подобрать, что вам подходит Оцепенело Это значит напряжение Это скованность Это чем больше напрягаешься Тем больше ты уходишь от всего Уходишь в позу эмбриона В защищенное состояние Так Сделала, да? Да Теперь садитесь, пожалуйста Я вас не вижу Да, садитесь Посмотрите, как голова сейчас ваша Нормально О чем вы сейчас думаете? Не знаю Чем это состояние отличается от обычного? Растерянностью, наверное Растерянность, это что? Вы думаете сейчас о чем-то или нет? Ну вот, не пойму Если честно Нет, вы мне просто скажите Оно приятное, неприятное? Так проще Ну да, приятное А чем оно приятное? Ну, тем, что оно какое-то такое Ну, не знаю, как сказать Ну, расслабленное, развеянное Правильно Это если вы ближе к нулю А вы что это вдруг развиваться решили? Жарко? Жарко, да У вас сейчас жарко бывает? Нет У нас вообще холодно Да, вы сейчас согрелись, правда? Да Послушайте, встаньте еще раз И сейчас я вас научу снимать страх Хорошо Вот когда у вас будет паника Вы мгновенно оцепенеете Давайте сейчас еще раз Максимально сожмитесь Как калачик превратитесь Да Сожмитесь, оцепенеете Взгляд сделайте остановленный Пять секунд Да А вот у меня друг Николай Сорокин Который предложил Я ему говорю У меня в этой книге Защита от стресса Нейрокибернетика приема А он предложил Говорит Кибернетика стресса Да Молодец Теперь как голова О чем вы сейчас думаете? Ни о чем Ни о чем? Правильно Ни о чем А теперь слушайте меня внимательно Ваша жизнь с этого момента Коренным образом изменилась Вы возьмите это Золотую рыбку И не выпускайте Домашнее задание Как только у вас паника Вы моментально сделаете пальчики Вот так как я показывал Все Потом оцепенеете Постойте И вы заметите Что вам все пофигу Потом вы сядьте И вам такой кайф придет Потому что когда резко Вы выходите из состояния напряжения Концентрация адреналина в крови уменьшается И за счет быстрого изменения Происходит включение эндорфинов Гормонов радости Это опьянение Опьянение Вот химическим заменителем эндорфинов Является водка Алкоголь Я не пью Вот видите вы о чем думаете Я не об этом вам говорю Я поняла Я хотел сказать Что вы сами себе Поднимаете Поднимаете Ну вы какая красивая девушка А когда скажешь Девушке красивая У нее еще больше эндорфинов Спасибо большое Да Ну вам надо несколько дней Так потренироваться Потом все Я поняла Сейчас выходите к нам И Украине привет Спасибо А можно еще Можно еще Когда тут тревожность начинается Сердце колотится Внутри все переворачивается Вот это вот Я поняла Ушки Ушки Разминайте Ушки Потом врачи советуют Астматикам У них тоже спазм Да Бронх Руки в горячую воду Руки в горячую воду Это все отвлекает Снимает спазм Потому что Страх это спазм Сосудов Капеляна Там кровь нормально Не циркулирует Поэтому человек В таком состоянии Когда мир на него падает Я поняла Хорошо Спасибо вам большое Пожалуйста Пожалуйста Мы вам будем помогать Спасибо большое До свидания Так Кто еще у нас Боря Как там у нас в Израиле Как там дела Как погода Привет Хасай Немножко похолодало А Вот это так Чуть-чуть Смотри Четыре человека у нас Вот Андрей Потом Давай-давай Кто следующий Девушки Два молодых человека Новички Новички выходите Новички выходите Давай-давай-давай Вот айфон Давай-давай А вот он Алена Давай выходите Быстрее Время заканчивается Давайте Давайте Чтобы отвязывался От привычек Каких-то вредных Мы же Я новичок Давайте Давайте Поехали Вот люди Споднят А я тоже Вот Можно я тогда Давайте Все вместе Давайте 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 Можно я Алена 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 Давайте Хорошо Это я Алена Давайте Ну Было про зависимость У меня такая зависимость Получилась Ну Как бы Лень Сон Откуда это пришло Я Была Очень активна И все время Хотела отдохнуть И получился Такой момент Что Я смогла Ну Больше отдыхать И видно Это понравилось Но в то же время Начался стресс Это Всякие там Бюрократические Я получала Бумаги И На иностранном языке И в общем Ну У меня начинался От этого стресс В течение Двух Трех лет Меня это ввело Просто Я получаю письмо И у меня ступор У меня буквы Местами меняются И Падает энергия Я просто Беру конверт И сразу Иду спать И И потом Я заметила Что Допустим Надо какие-то Уже в квартире Перестала убираться Надо что-то делать И у меня такое состояние Ой нет Надо сначала Что бы ни случилось Мне надо Надо пойти спать И Я сплю Крепко сплю Нормально Я еще думала Ну может быть Ну Ну надо телу Выспаться Но это уже Это уже очень Это больше Ну Два года Это точно длится Что я только сплю Ну скажите пожалуйста Вы же не только спите Вот вы же сейчас Со мной разговариваете Я просыпаюсь Потому что у меня Животные Вот Больше из-за животных Я не работала Год Сейчас начинаю Работать И Мне вообще Это все Ну тяжело Дается Я Мне бывший муж Помогает Поэтому Ну Вы где Находитесь Географически В Люксембурге А года там Какая 13-14 градусов Сейчас Атмосферное давление Не знаю Вот давайте Мы с этого Начнем Вы были у нас Вначале Что надо записывать Четыре фактора Погоды Каждый день 12 дней Были Нет Нет Я еще тогда Ну там Подключалась А вы посмотрите Запись будет висеть Чтобы я не Хорошо Это первое Вы психотропные Транквилизаторы Седативные Какие-то Противоболевые Принимали В прошлом году Полгода Принимала Потому что От этого состояния Я пошла К врачу И Ну Как бы Я всегда была Против этого Но поскольку Я никак Не могла бороться Я бывшая Спортсменка Я много Трудностей Прошла Через Свою Жизнь И поэтому Я не понимала Ну как так Почему меня рубят Чуть что сразу спать Поэтому я Я все понял Вы Согласилась И И сама я От них отказалась Через полгода Вы полгода Уже не принимаете Да 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 Вот как раз Я полгода принимала И уже сейчас полгода А перестала принимать Потому что Из-за этих таблеток У меня стали Появляться Желания Выпить Поесть сладкого Не просто Чуть-чуть Я все понял Встаньте пожалуйста На секунду Встаньте Вы можете встать Да Чуть дальше Встаньте Чтобы я Целиком видел Корпус тела Дальше встаньте Ой А мне Некуда поставить Как бы это сделать Я все Очень-очень хорошо Руки перед собой Держите Ключевой Стресс-тест Называется Это стресс-тест Ножки пошире поставьте Чтобы не бояться Да Ручки чуть пониже Держите Держите Чтобы они Свободно висели Чтобы не напрягали Не как палки А вот так Свободно Да Да Очень хорошо Очень хорошо Вообразите Что они расходятся В разные стороны Глаза закрывать Как хотите Как вам удобнее Все пожалуйста Новички смотрите Это ключевой Стресс-тест Воображаем Что руки Просто расходятся Да Вот они пошли Вот они пошли И сейчас Наблюдайте Тело начнет Покачиваться Вот оно пошло Покачиваться Это назад Несет сильно Ну конечно Ноги шире Поставьте Поэтому Запомните Ноги поставить Шире Я же вначале Так сказал Теперь вообразите Что руки Идут друг к другу В обратную сторону Да Вот пошли В обратную Как магниты А теперь Вообразите Что когда Вы их опустите Они начнут Сплывать наверх Как крылышки И опустите Руки Только пусть Не прикасаются К бедрам Просто в свободном Пространстве Это важно Чтобы не прикасались Да И вообразите Что они всплывают Как крылышки Хотите В разные стороны Хотите Вверх Сразу Хотите Как-то По-другому Ну как Хотите Вот Куда они Идут Прислушайтесь Куда идут И туда Отпускайте Вот пошло Пошло Видите Она не торопится Она не спешит Молодец Потому что Некоторые люди Спешат И думают А что это Не идут И сами себе Мешают Не надо Себе экзамен Устраивать Это как Детская игра Я удивлена Что меня Качает Это Ну Потому что Расслабляется Сразу Потому что Это мгновенный Переход В релаксацию Мгновенный Вот это Мгновенное Переключение В другое Состояние Вы были Вы были в напряжении Потому что Это Слово В оздоровление И делайте, что тело просит Пожалуйста, все наблюдайте за ней Сейчас работает Какой-то не доктор Организм сам подсказывает, что надо делать Видите? Делайте, делайте, делайте Что организм подсказывает, то и делайте Что хочется, то и делайте Делайте, делайте Делайте, делайте, что хочется Не хочется, ничего не делайте Что хочется, то делать У меня петухов друг Сергей Валентинович профессор, доктор наук, лауреат государственной премии, который работал в институте машиноведения Академии наук большой. И я у него работал в лаборатории в биомеханике. Он мой друг. Я про него в первой книжке писал, Сергей Петухов. Он, когда вышел на это состояние, у него горло болело. Вдруг, говорит, меня согнуло, и я сел, говорит, и сделал позу льва. Язык, говорит, высунулся до корня, шея напряглась, что-то, говорит, со мной было. Позу льва, говорит, я сделал. Я же, говорит, йогу никогда не знал. Это потом он изучал, оказывается, позу льва против ангины. Оказывается, все йоговские упражнения – это наблюдение из жизни. Конечно. Инстинктивные реакции, когда человек раскрепощен, организм сам пытается выдать оздоровительную реакцию, но люди не знают, что та или иная реакция оздоровительная, они ее блокируют. То же самое, как он трясет, его надо потрястись, а он блокирует. Да, ну как дела? Теперь садитесь сюда к нам. И, пожалуйста, маленький устный отчет, как журналистка перед камерой. Что вы сейчас чувствуете? Ну, я даже улыбалась. Ну, молодец. А вон Сорокин у нас какой мужик красивый, видите, с бородой белой. Сейчас вы на него посмотрите, какая у него борода. Нравится, нет? А я не знаю, как других смотреть. А, вы не видите просто. Я шутник, я для чего? Я просто с юмором человек, а Коля мой друг. Я к тому, что свет в глазах смотрящего. Когда у человека раскрепощение, он всех видит хорошими. А когда он зажат, когда он напряжение, он всех видит угрюмыми, какими-то, ну, токсичными. Свет в глазах смотрящего. Вот когда мне какие-то комменты пишут, и когда мне женщина или мужчина пишет, да это ерунда все, да это в йоге давно известно. Я знаю, что ему плохо. Потому что, если бы он был в хорошем состоянии, ему бы хотелось мне сказать, что-то хорошее. Увидеть больше. А так он в шорох таких находится. Я ему хочу помочь. То есть, я сразу по этим комментам, кому помочь нужно. Я поэтому никогда никого не блокирую. Все пишут, как говорил Петр Первый, пусть говорят, чтобы дурь всякого видна была. Я шучу, я шутник же, я же предупредил. У меня такой еще вопрос. Я не понимаю, откуда такое состояние. То, что хочется спрятаться от всего. И, как вы сказали, что это... Эргии не хватает. Вы сами себя переключили. Вы сами себя... Да. Ну, и вот все... Вы рассказывали, что вы всегда были в напряжении. Вы все время хотели отдохнуть. Да. Вы перешли порог перенапряжения, и у вас включился механизм, которого вы все время хотели. Вы все время хотите спать. Да. Вы же сами с этого начали рассказывать. что я все время хотела отдохнуть, но никак себе не позволяло. И потом в какой-то момент перенапряжение выросло до такой точки, что вы сами себя загипнотизировали. Понимаете? А сейчас я вас разгипнотизировал. Поэтому вам захотелось улыбаться. Да. А как сейчас... Да. Еще людей я видела. Меня все люди стали раздражать. Поэтому я стала... Ну, я понимала, что это что-то у меня не то, но в жизни же ничего такого не случилось. Ну, что-то случалось, но не так. И поэтому я стала заниматься всеми этими методами, но мне ничего не помогало. А вы что, сравниваете ключ с какими-то методами что ли? Ну, сейчас. Ну, вот весело мне уже, да. Ну, это, видите. Как давно вы так не улыбались? Я даже не помню. Мне даже близкие знакомые сказали, что чувства юмора вообще ноль. Все в штыке. Ну, вы же можете вспомнить, когда-то было год назад, а два года, пять лет, десять лет назад. Когда вы были в таком состоянии, как сейчас? Ну, год я точно не улыбалась. Ну, умница. Видите, как хорошо. Я даю вам домашнее задание. Пожалуйста, только у дивана. У дивана, поскольку вас сильно качает, у дивана, чтобы было безопасно. Да, делайте эти упражнения. Да, делайте. Потом обязательно сядьте, задумайтесь. Может, слезы пойдут, может, зевут. Все, что происходит, делайте. Стадию после действия, в первые дни после упражнения обязательно надо делать пять минут. Хорошо. Договорились. И на следующий ликбез приходите на всех. Сведомите, как ваша динамика, состояние, чтобы я добавил вам, чего не хватает. Все-таки вы год целый в таком положении, если не больше. Да. Мы вас вывели сейчас. Выходят или мы выходим? Я хочу всем... Мой диагноз, который я сейчас ставлю нашей даме красивой, да. Она находилась в трансовом состоянии. Это, ну, так, как психиатр хочу сказать, ничего тут плохого нету в этом. Как полустероидный транс, в котором она себя загнала, потому что она не отдыхала раньше, и она все время хотела отдохнуть. И вот когда пик напряжения стал большой, переключилась на ее желание, и вот она теперь все выноскует. То есть она сама себя загипнотизировала за счет утомления и перенапряжения. А мы сейчас ее освободили от этого, и теперь она в хорошем будет состоянии. Да. Улыбается. Он на Колю посмотрит, или на Борю посмотрит. Боря, Коля с бородой, а ты без бороды. Я не могу не бриться. Я считаю, всегда должен быть побрит. А Коля с бородой, потому что он наукой занимается. А ты, Боря, вроде наукой, что ли, не занимаешься? Ты же тоже наукой занимаешься. Я в молодости занимался наукой. Понятно. Николай, пожалуйста, когда ты сделаешь нашу академию кибернетики стресса. От вас зависит. От меня зависит? А вон наш Константин Михайлов сидит. Это коллективная работа, не от меня она зависит. Мы ничего, мы скоро сделаем, скоро сделаем. Спасибо вам большое. Я обязательно буду делать домашнее задание, и в следующий раз отчитаюсь. Благодарю. У вас все будет хорошо с животным вашим домашним. Привет передавайте. Спасибо большое. Кошка, обезьянка или собачка, или что там? Кошка, собака и попугай. О, попугаю привет. Как зовут? Кеша. О, Кеша, привет. Бартаина. А вот у нас Надежда Сдановская. Наша подруга, которая в нашей школе, да. Ей, извините, уже 15 лет. Да, Надежда? Сколько? А у нее звук отключен. Звук включите, пожалуйста. 18 лет. 18, да, 18 лет. Молодая, красивая, эфигантная, интеллигентная. Так, друзья, кто еще руку тянет? Вот, смотри, вот они помечены. Наталья, давайте. Наталья, а потом Ольга. Вот Ольга, Андрей. Я 58, моей маме 92. Мама инвалид. После падения, перелома шейки Петра, замена. Но инвалид не только физически ходит с ходунками, но и ментальный. То есть у нее после этого здорово изменилось все с головой. Пока я ее ставила на ноги, все было как-то нормально. Я еще и работала в то время. А потом со мной что-то случилось. Я любое мамино слово, действие или там что-то стало вызывать. Во мне страшное раздражение. Как вы говорите, я орала до иступления. Так что теперь в ссоре со всеми соседями. Потом я смогла как-то это все в себе осмыслить, переработать. Работала тоже там, включая. Я про ключ слышала очень давно. И мне мой врач советовал. Но тогда, поначалу, в 2019 году, я работала с другими психологами, с другими какими-то методами. И потихонечку себя привела более-менее в тихое состояние. Но сейчас состояние такое уже больше года. Я, во-первых, не была больше года на солнышке вообще. Потому что мама не человек беспокойный. Одну я ее оставлять боюсь. А она не признает ни сиделок никого. Из родственников узнает сейчас только меня. И моего старшего брата. У брата самого много болячек. Он практически у нас не бывает. То есть мама полностью на мне. В недосыпи я много лет. Это вообще моя пожизненная. Вот такая почти константа. Я и учитель... Извините, вы лекарство пьете? Я что только не пробовала. Иногда пью, иногда не пью. Вообще у меня всегда вот на прикроватной тумбочке уже много лет феназипа. Ну, понятно. Встаньте, пожалуйста. Ой, я не знаю, смогу ли я. Сейчас я попробую. Давайте мы договоримся. В следующий раз, пожалуйста, кто захочет приходить к нам, приготовьтесь к тому, что зум будет. Приготовьтесь к тому, что надо будет встать, может быть. Приготовьтесь ко всему этому, чтобы это имелось в виду. Чтобы мы время на это не теряли. Да. Плюс ко всему я хочу сказать, что я и метеозависимая, и от Луны завишу. То есть от фазы... Понятно, понятно. Вы хоть один прием ключа знаете. Ну, я, да, я там знаю и иногда делаю. Я вас слушаю. Я, ну, пока не стал вашим адептом, но я вас слушаю и смотрю. Вы у нас подписаны на канал YouTube. Я не могу подписаться на YouTube, но я в ВКонтакте подписана на вас. Вы в Telegram у нас подписаны? Да. Там, там нужно, там очень, сейчас будет очень интересно. Вот я, я в напряжении, я даже сейчас в напряжении. Вот, 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 вот так и сделайте, пожалуйста. Как нам... Да, 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 посильнее, пожалуйста, да. Ой, постойте пять секунд. Взгляд застыв, оцепенев. Да, 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 да. И отпустите. Вот, 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 а теперь еще раз. Раз. Вот так ваше упражнение. Вот мы вам сейчас и подобрали. Вы же сами инстинктивно это делали. Просто надо было так поделать несколько раз. С оцепеневшим взглядом. Отпустили. Теперь шалтай-болтай. Пустите мысль на самотек, переживайте, о чем переживаете. Потому что после приемов напряжения, которые ходят, вот эти вот приемы легко получаются. У меня пока вот напряжение, вот оно у меня где-то вот здесь, вот так оно все. Что самое неприятное в моей ситуации, я к людям хорошо отношусь и прощения всех прошу. Единственный человек, который страдает от меня, это моя мама. Ну, понятно, только мамы у нас, от нас всегда страдают. Да, потому что получается, я сама у себя в тюрьме. То есть я дома, в четырех стенах, у меня гиподинамин, но зарядку я делаю. Теперь сделайте этот самый, лыжникам. Сейчас мы посмотрим, что вам больше подходит. Просто бросайте, как плетье. И переживайте, о чем переживаете. О маме переживаете. О чем переживаете? Что в голову лезет, ничего не прогоняет. Плачу. Плакать захочется, плачу. Вот я вижу. Я и плачу. Вот реакция пошла. Вот это разгрузка настоящая. У меня дня три-четыре почему-то у меня еще бытовые тут навязались. А там на другую. Потому что, может, погода поменялась, может, еще что. Я говорю, я бытовые тут такие ситуации. Вот-вот пошел. Которые мне приходится решать. Ну, значит, надо плакать, да. Вот чего не было в других методах мира. Сейчас объясняю. Там не было сказано, какой комплекс характерных ощущений после каких-то упражнений, которые йоговские, дыхательные, которые могут возникать, перечислили. А это надо перечислять. Вот как мы перечисляем. Мы перечисляем и даем выход этим эмоциям, когда мы перечисляем. Потому что, если мы не перечисляем этот комплекс характерных ощущений и состояния, человек не знает, что это нормально. И вот захочет плакать и не плачет. Я плакаю всегда. Правильно делаете. Либо пробивает так сильно, хочется выплакать. Либо вы смотрите действительно и постоянно об этом не сколюбливая. Нет, я просто знаю, что лучше дать тебе поплакать. Там 5-10 минут я тебе домой. Правильно, правильно, правильно. Я не нахожусь в этом состоянии с улыбками. Я смеюсь, я улыбаюсь. Я еще... Ну, слушайте, ну, когда мы с вами разговаривали, вы же не плакали, а когда сделали упражнение, сразу пошло. Правильно, потому что сняли напряжение. Правильно. Похлестайте себя, как хлест, хлест, похлестайте. Да, делайте то, что вам легче. Вот она и идет на хлест. Делайте, как вам легче, да. Друзья, надо подбирать себе действия, которые вам легче, как туфли в магазине, которые не жмут. Никогда никого не слушайте и никогда не делайте никаких упражнений через силы. Это не спорт. Это действия подбирайте, синхронное вашему состоянию. И когда вы подбираете, у вас развивается творческая личность, это очень важно, потому что сам процесс подбора путем перевода... Я всегда думала, каким креативным человеком, я сейчас оттуда съела. Будет все нормально, не волнуйтесь, что вы. И в следующий раз, пожалуйста, выходите. И каждый день, в удобное время, не заставляйте себя делать это, когда вам не хочется. Это не спорт. Это делайте только тогда, когда вам хочется. А когда вам вообще ничего не хочется, просто отдыхайте, вам надо выспаться, отдохнуть. Вы же истощенный человек. У меня никак не получается. Ничего, все будет нормально. Все будет нормально, не волнуйтесь. Теперь... Смотри, 4 часа в сутки, это уже много лет. Малыш, теперь все будет хорошо, не волнуйтесь. Сосой Магнит, эффект и споведи, и катарсис. Сразу, одновременно. Садитесь, пожалуйста. Вы целебный ролик смотрели? Еще не успел. Ну вот, посмотрим, как делается короткое, одноминутное дыхание. Дыхание одноминутное и волна, как делается. Мы с вами встретимся. Вот вам домашнее задание. Целебный ролик посмотрите. И делайте эти упражнения только те, которые вам приятны. Которые неприятны, через силу не делайте. Это не шаблон. И потом обязательно посидите и делайте то, что вам хочется. И целебный ролик посмотрите. И в следующий раз, через пару дней, мы объявим, когда у нас будет следующий ликбез бесплатно. Потом мы объявим, когда у нас вебинар будет. У нас много разных форматов. Вот выйдите в следующий раз и нам расскажете, как ваши результаты. Добавим, чего не хватает. У вас все будет хорошо, я это уже вижу. Вы очень талантливая девочка. Ну, потому что вы много времени жили не своей жизнью, понимаете? Конечно. Ну, так что ж тут не понятно. Я не знаю, сколько. Дай Бог маме здоровья. Я не знаю, как мне. Я вот все равно, я дома, как в тюрьме. Ничего, ничего маленький, все будет хорошо. У меня подружка, у меня подружка есть, которая пьет. Которая пьет и которая в детстве, оказывается, она, когда была совсем маленькая, она писалась. И, кроме того, у нее была детская травма. Детская травма. И она всю жизнь бегала по всяким центрам, по всяким центрам. То там какие-то одни методики, то другие методики, то пятые методики. Она никак не может отвязаться от тревожности. У нее генерализованная тревожность. И она ее запивает. И теперь она попала в такую западню, в такой тупик, что она знает, что не должна пить. Она знает, она умнейшая девочка, умнейшая. Она знает, что не нужно пить. Она знает, что она усугубляет свое состояние. Но она никак не может от этого избавиться. И я думаю, я думаю, теперь она посмотрит наш ликбез. Она выйдет на него. Она посмотрит, что мы делали. И я на следующем ликбезе покажу один прием, вообще суперский. Вообще такой, вы просто удивитесь. А вот эту пятисекундную, пожалуйста, делайте. И вот эти вот все эти делайте. Да. Итак. Кто-то... Пожалуйста, еще раз повторите. Вот, значит, пятисекундная. Это что, вот еще раз по полочкам? Потому что у меня... Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, секунду. Во-первых, смотрите бесплатно ролик свободный, который называется целебный ролик, точка, помоги себе сам, точка. Я записала, да. Во-вторых, пять секунд. Вы застываете. Ага. Глазами стекленеете. Ну, то есть вот это, ну, напряжение мое. Да-да-да-да-да. А потом вы отпускаете себя. И делайте любое из этих действий, которые вам... Которое мне подходит, поняла. Вот теперь... Потом сели, и после целебного ролика вы будете знать, как делать колебания. Простите меня, пожалуйста. Солнышко, о чем вы говорите? Вот у нас, смотри, у нас долго-долго. Вот Ольга... Давайте, Ольга, давайте. Андрей тоже. Да, Ольга, а потом Андрей. Давайте, Ольга. Коротко очень. Да, коротко, быстрее. Вот еще одна Ольга. Потому что вы уже теперь кое-что знаете, и теперь мы с вами быстрее. Давайте. Да, я думаю, что... Да, здравствуйте. Спасибо большое за интересную информацию, за ликбез. Я бы хотела узнать, я сейчас нахожусь в состоянии применения антидепрессантов. Это тоже же в зависимости от препаратов. Хотелось бы узнать, как лучше от них избавиться. Ну, резко бросать нельзя ни в коем случае. Потому что, чтобы не было синдрома. Наверное, у вас есть доктор, который вам назначил. Да, да. Психиатр или психотерапевт? Кто это? Психиатр. Психиатр. Скажите, пожалуйста, давно вы принимаете? Уже полгода. У меня вот началась как бы предыдущая женщина. Вот она говорила о том, что у нее было сильно перенапряжение. У меня тоже было сильно перенапряжение. Но у меня это пошло к бессоннице. Я не спала где-то недели две. И потом это вылилось все в болезнь. Вот эту депрессию. Ну, и пришлось, конечно, принимать нейролептики. А сейчас просто я на одном антидепрессанте. Ну, естественно, что как бы хочу от зависимости избавиться. И как бы... Я вас понял. Я вам скажу, сон у вас как? Сейчас хороший сон, да. У меня вот антидепрессант с седативным эффектом. То есть, как бы нормализовался сон. Ну, хорошо. Давайте мы так договоримся. Вы потихонечку подключайте эти упражнения. Посмотрите целебные... Хорошо, спасибо, да. Вы подключайте, и в следующий раз приходите к нам, чтобы я динамику мог посмотреть. Чтобы я динамику посмотрел. Потому что если сейчас все хорошо, и что он гладился, сейчас ничего дергать не нужно. Да, ладно. Лучше вы потихонечку-потихонечку подключайтесь, посмотрим. Я добавлю там, посмотрим динамику сначала. Так, кто у нас следующий? А как вам подключиться-то? Так, Андрей, да? Да, да, да. Не надо подключаться, мы вас видим, говорите. А, ну, у меня такая проблема. У меня зависимость от еды, вот. И еще очень много кофе люблю попить. Вот. Но расскажу немножко предысторию. Я 4 года назад бросил пить, ну, вообще, как решил для себя, что выпивать это плохо. Вот. В принципе, я не запойный. Ну, выпивал, как все. Вот. И потом, позже, и курить бросил. Вот. Но со временем понял то, что, блин, мне тяжело все равно, у меня какое-то напряжение. Вот. Я вот записался к психотерапевту. Вот. Он мне прописывал антидепрессанты. Я пил антидепрессанты. Вот. Но, блин, через время опять вот, вот, какой-то гоня его постоянно в голову лезет. Вот. И вот о зависимости от еды и кофе. А что значит от еды зависимость? Как? Ну, знаете как, я питаюсь, как, дробно, старая дробно питаться. Вот. И я, допустим, как, могу весь день, ну, весь день питаться-питаться, допустим, а вечером вот у меня срыв идет. Просто, ну, кушать хочется. Вот. Ну, подождите одну секунду. Я шутник, поэтому на мои шутки реагируйте адекватно. Это то, что вот сейчас в магазинах все меньше и меньше того, что нам хочется купить. Это не за вас, нет? Держи. Ну, я как бы, я за правильное питание, но бывают просто срывы вот эти вот. Они меня, конечно, сильно огорчают. Я понял. Я понял. Я пошутил это насчет того, что давайте я просто проверял, насколько с юмором все в порядке. Если с юмором все в порядке, значит, все будет хорошо. Нет, я к вам очень хорошо отношусь, поэтому, как бы, мне тяжело очень задеть. Я не задевал. Я имел в виду, что в магазинах мне так вот продукты сейчас хочется купить. Не вы ли их поедаете все? Я вот это вот с юмором. Я пошутил, пошутил. Андрей, скажите, пожалуйста, а как у вас сон? Сон как у вас? Ну, как? Ну, в принципе, нормально. Нормально, вот. Хорошо, скажите, пожалуйста, щитовидка как у вас? Нормально все, щитовидка. Хорошо, это мои дежурные вопросы. Это не обязательно должно у вас быть. Это дежурные вопросы. Во сколько вы встаете, во сколько ложитесь? Встаю я полседьмого, ложусь в одиннадцать. Ну, максимум двенадцать, то есть. Ну, очень хорошо. Максимум. Вот там занимаетесь каким-нибудь. Ну, сейчас вот, сейчас вот не занимаюсь, вот. У меня, знаете, как вот, кофейная вот эта зависимость, у меня вот постоянно как будто как вот энергии не хватает. Вот. Понимаю. Понимаю. У вас это питание, которое вот вы делаете, другое или еще какое-то. Кто-то вам назначил, или вы сами там так? Ну, я на блогера одного подписан, вот. Не, оно мне, в принципе, как бы подходит. Правильное питание, сложные углеводы, белки, то есть, ну, обычное здоровое питание. Вот. Там ничего такого нету. Вы хлеб едите? Ну, сейчас, да. А когда вот не с рыбой был, то есть ни хлеба, ничего, только долгие углеводы. А что углеводы, что вы там ели? А, гречка, гречка, перловка, твердые сорты макароны, вот, булгур, что еще? Булгур что такое-то? Булгур, ну, это пшеница. А, понятно, понятно. Послушайте, вы мясо едите? Да, конечно. Ну, да, мясо едите. Мясо с макаронами не подходит? Почему? Подходит. Я же делаю котлеты и это. Да? Да. А когда вы переедаете, как вы это чувствуете? Мясо с макаронами можно есть. То есть, мясные и эти. Можно мешать. У нас само собой разговаривает. Вопрос этот, мы потом этот вопрос решим насчет диеты. Что можно смешивать, что нет. Мы потом как-нибудь поговорим на эту тему. Есть диета кетоновая, есть не кетоновая, есть когда дробная, есть не дробная. Их миллион этих всяких диет. Сейчас вопрос такой. Мед едите? Ну, нет. Я сахар полностью исключил. Понятно. Сахар, то есть... Молоко? Ну, тоже нет. Но когда в срыве, как бы пью молоко. А что значит в срыве? То есть, когда вы не можете уже не пить? Ну, когда я не нахожусь на диете. То есть, я позволяю себе лишнего. То есть, помимо того, что я как бы кушаю основную еду, я еще как бы подъедаю. Андрей, скажите, пожалуйста, вы на идее... Вот смотрите, вы говорите, я нарушается у меня образ пищевого питания там или как? Да. Вы нарушается в том смысле, что вы держите себя на диете, а какие-то моменты... Ну, получается, да. Да, да, да. А вы не можете как нормальный человек кушать? Без всяких диетов? Я не могу, понимаете? Я тогда вообще все подряд... У меня, понимаете, как понарастающий потом начинает. Я это хочу понять, да. Вот у меня потом понарастающий, я тогда вообще начинаю разжираться. Ну, например. Например. Вот вы обожрались последний раз. Это как? Что вы подразумеваете? Теленка съели или что? Блин. Ну, как сказать, блин? Ну, сколько по весу вы съедаете? Сколько по весу? Килограмм? Нет, ну... Нет, у меня такого нет, что я прям до боли кушаю. Вот. Ну, как бы люблю там, допустим, шурму обычную съесть. Вот. Или картошку фри. Вот. Ну, то есть вы едите не то, что полезно, и считаете, что вы это обедаетесь, да? Ну, да. Но вес-то начинает расти. А, вот. Вес расти. То есть у вас вес увеличивается? Да, 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 да. Понятно. То есть я как бы генную норму превышаю. Да, и на сколько он у вас увеличивается? А, ну, я вот, допустим, похудел до... Я вообще весил 108, вот. Потом похудел до... Сейчас... До 80. До 80 скинул. Вот. И сейчас что-то... Рост какой у вас? 75. Метр 75. А как вы определяете, какой вес должен быть? Ну, как по виду. По виду. Нет, Витя, просто я не очень понимаю. Некоторым людям кажется, девушка сказала, что ты такой толстый. Вот он и ходит мучиться. На самом деле он нормальный. Допустим. Нет, ну, мне некомфортно было. То есть я чувствую, у меня колени как бы болеть начали. Вот. Ну, мне некомфортно было. Достаточно было убрать то, чего не подходит. Потому что, когда вы сидите на такой диете, как говорится, полуголодной, конечно, вы потом срываетесь. Достаточно, если рациона, убрать то, что вам не подходит на самом деле. Вы никогда не пробовали вот узнать свою зеленую карту по анализу крови, по пищевой аллергии. Нет, не пробовали? Нет, нет, нет. Ну, я вам скажу, я примеры приведу. Вот мне нельзя лимон есть, мне нельзя молоко пить, мне нельзя сладкое. Потому что я переболел в детстве гепатита, я с этого сегодня начинал, когда маленький был, до школы. Потом я понял, почему у меня руки все в корости в школе. Я потом мучился, потому что стыдно было, и подбородок весь такой испещенный. Никак не мог понять, откуда это. А потом однажды, получилось случайно, три дня подряд, я не клал сахар в ложку, не клал в чай. Случайно, просто не было там обстоятельств. И у меня чистая кожа. Вот так вот, случайно я обнаружил, что мне нельзя сахар. И теперь у меня чистая кожа. А то несколько лет я страдал. Ко мне приходили родители, приводили девочек своих, у которых фурункулы. Где только они не лечились. Я им сказал, сахар не едите. У них фурункулы пропали. Ну, удивительно. У меня и молоко нельзя, и мед нельзя, у меня крапивница бывает. У меня гепатита была. У кого-то есть там с желчным пузырем проблемы, у кого-то вырезан желчный пузырь. У них своя диета, конечно. Потому что они, если питаются, как другие люди, вот у меня есть товарищ, который, что бы он ни съел, ему пофиг. У меня есть друг. Друг. Я им горжусь. У него кетоновая диета. Он ест каждый день кусок стыка. У него стык, вот такой кусок жареный. Все время ест. Каждый день. Пять километров каждый день плавает. И перед каждым занятием он там еще и как психолог, как врач, для алкоголиков, там для всех, для отвыкания. Он с ними занимался. И он говорит, я делаю эти упражнения, вот эти вот, по ключу. С 90-х лет он у меня был. Его зовут Фарид. Ну, такой парень шикарный. И он такой крепыш. Мясо ест каждый день. И никаких проблем. И он просто говорит, чего с чем нельзя, и все. Ну, может быть, просто так. Не надо уж таким голодным быть. Надо просто исключить, чего нельзя. вот это узнать. Да, да вы знаете, как я не голодный. Нет, я не голодный. Просто вот такое состояние, ну, хочется что-то вкусненького. Вот, понимаете, что? Это сама зависимость диктует. Ну, вкусненькое что, например? Сладкое, допустим. Сладкое или углеводы, ну, быстрые углеводы. Мы с этим разберемся. У вас никто не страдал тучностью? Нет. Папа, дядя, Нет, нет, нет. Нет. Откуда она у вас взялась? Да я как бы не скажу, что я тучный. Просто у меня некоторые проблемы испытываю физически. Вот. Некомфортно бывает. Вот я пытаюсь разобраться. Вот я дотошный, извините. Я дотошный именно потому, что я дотошный, поэтому мы добиваемся результата. Чтобы не поверхностно судить. Сейчас не будем все время посвящать выяснению этого вопроса. Вы что-нибудь делаете из упражнений? Ну вот я вот недавно только вот приобрел вашу аудиокнигу, вот книгу вашу, то есть аудиокнигу. Вот. Вот начал делать вот стресс-тест я сделал. Вот. Я удивился, но я плакал. Вот. Разгрузка пошла сразу, да? Ну да, у меня прям вот тут... Вы эту книгу имеете в виду? Да, да, да. Только аудиокнигу я взял. Мне проще слушать. А, понятно. Да, да, да. Вот. И вот я делал дел, и в какой-то момент просто я почувствовал, как будто какой-то поток просто через меня пошел, и слезы прям потекли. так это говорит о том, что вы все время в напряжении. Распробила вас, разгрузка пошла. Это показатель того, что вы живете как-то неправильно. Что-то вы не так делаете. Я поэтому зацепился сразу за ваше вот это питание. Что-то вы не так делаете, поэтому держите себя все время в напряжении. Давайте мы так сделаем. Целебный ролик посмотрите. Упражнения делайте, которые вызывают слезы и прочее. Что хотите, делайте. Ну, я знаю точно, что вы скоро очень разберетесь, что вам кушать, что вам не кушать. Организм начнет подсказывать, компас начнет работать правильно. потому что, когда человек снимает лишнее напряжение, вкус у него восстанавливается естественный, как компас. А когда он курит, пьет, там не ту диету содержит, все время в средствах находится, компас сбивается, и он не знает, что кушать, что нет. Он должен слышать чужие советы. А когда он в норме, он сам чувствует, хочет он это или не хочет он это. То есть, скажите, мне делать стресс-тест? Вот я хотел, знаете, какой задать вопрос? У вас очень много разных упражнений. Вот для себя, как определиться, какие упражнения делать мне и когда? То есть, стресс-тест вы сказали делать, а еще что? Сейчас я сказал. У нас есть механические движения, механические, короткие, повторяемые действия. Это могут быть плавательные движения, это может быть гребли на лодке, это может быть рубить дрова, это может быть косить траву, это может быть разный, может быть это хлест, это может быть лыжник. Надо перебирать эти движения по 5 секунд, по 10 секунд, перебирать и подобрать то, которое вам подходит. как определить, подходит вам или нет. Оно вам комфортно и хочется его продолжить. Ну вот шалтай-болтай мне понравился. Правильно делайте его, вот вы себе подобрали. Я для всех сейчас говорю, сам процесс подбора путем перебора, он развивает креативность, он развивает интуицию, он развивает творчество личности. потом многие другие вопросы вы решаете проще, лучше и эффективнее. Потому что вы начинаете чувствовать, как правильнее их решить. Блоки снимаете. Поэтому вы открываете свои таланты и способности. У вас же есть таланты и способности? Да, конечно. Вы так чем-то же занимаетесь творчеством каким-то? Ну да, я музыку кручу. Ну да, вы сами что-то делаете своими руками. Да. Вы музыку создаете. Да, 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 да. Вы что-то делаете, правильно? Да. Вот, очень хорошо. А вот эти действия, действия это модель любимого дела. То есть, когда вы заняты любимым делом, вы получаете тоже эндолфин. Потому что действия совпадают с вашим состоянием. И здесь действия, ищите, которые совпадают с вашим состоянием. Поэтому, когда вы заняты любимым делом, вы меньше устаете, а эффективность у вас выше. А когда вы заняты нелюбимым делом, вы больше устаете, а эффективность низкая. Потому что, когда вы заняты любимым делом, вы делаете с душой. А все хорошо, что сделано с душой. Потому что вам там ваша природа помогает. И здесь, когда вы действия находите синхронно в моменте, Вам природа помогает. То есть это однокоренные по природе вещи. Просто я вам хочу сказать, вы найдете еще, кроме шалтая-болтая, еще какой-нибудь прием. И там же много любого. Кто-то любит дрова колоть, кто-то косить, кто-то на барабане играет без барабана. Вот так сидишь и делаешь. Любые действия. А сам процесс перебора развивает творчество личности. Вы потом будете находить вообще во многих вещах эти механизмы. Все пазлы сойдутся. И вот этот ролик целебный. Посмотрите, как делается одноминутное ключевое дыхание. И как делается волна. Посмотрите. Таким образом, следующее домашнее задание. Следующий раз к нам выходите по возможности. И мы узнаем. У вас уже тогда появится немножечко больше уравновешенности внутренней. Вы будете меньше уставать. И срывов ваших будет меньше. Но вы увидите. Надо пройти и погоду, как я сказал, и вот это тоже применять. И вот это если напрочь. Хорошо, да? Скажите, пожалуйста, а вот упражнение, которое я подобрал, мне сколько по времени его делать? Сколько хотите. Хотите одну минуту делайте. Хотите 20 раза в день делайте, по 5 минут. Сколько хотите. Самые главные критерии. Не насиловать себя. Ни в коем случае. То есть, никакие действия у нас нельзя делать через насилие над собой. Хочется вам полчаса делать? Делайте полчаса. Хочется одну минуту? Делайте одну минуту. Хочется 20 раза по одной минуте? Делайте 20 раза по одной минуте. А для меня это будет показателем в следующий раз. Как у вас динамика происходит? Чтобы я вам дал еще совет. Хорошо, спасибо. До встречи, Андрей. До встречи. Кто у нас еще там? У нас сейчас быстрее и быстрее будет. Потому что с каждым человеком, который вопросы задает, все другие уже лучше понимают, о чем мы говорим. И поэтому уже и формулировать вопросы будут понятнее. И я буду для вас понятнее. Так, давайте вопросы. Андрея, выключите, пожалуйста, микрофон. Ну вот это Ольга просила. Давайте, Олечка, давайте, Ольга. Где Оля? Вот она включается. Давайте, Оля, давайте. У нее что-то не получается включить. Ну сейчас включат, какая красивая девушка. Мне сказали, всегда девушкам говори, какие они красивые, и тогда у них хорошее настроение, да. Внизу в уголочке. Пока Оля найдет. А я у Алены хочу спросить. Как там дела сейчас у нас, как говорится, после действия, как у нас сейчас состояние? Улыбаюсь. Ура! Устойчивый эффект. Да. И я чувствую себя, я не могу описать как-то, ну, такая легкость в теле, вот такая, видите, плавность, ну, что могу шевелиться. Я не могу сказать, что я там совсем себя плохо чувствовала, но как-то мне было все лениво, тяжело. А сейчас вы стали ожили немножко. Да, да. Естественность появляется, естественность. Да, естественность. Ну, смотрите ваши домашние, ваш попугай. Оля, рядом с обращением видео есть микрофон. Рядом. Так, пока Оля еще кто-то хочет спросить. Ну, что-то не включается. О, нет. Сама Гомедовича, можно я задам вопрос? Давайте, давайте. Добрый вечер всем. Я, к сожалению, в прошлый раз не смогла прийти у нас. Я работала, поэтому по времени не совпадает. Я хотела вот как раз такой же вопрос задать, как вот девушка спрашивала. У нее с мамой проблемы и у нее паники. И у меня такая же проблема. Хотя моей мамы теперь уже год нету. И все, что она пережила, я уже тоже это пережила. Но дело в том, что эта паника у меня осталась. И вдруг стало чаще и чаще приходить. И главное без стресса. Я просто, например, еду в машине, вдруг начинаю чувствовать, что мне как будто волной в груди вот так вот все сдавливает. Я понял, понял. Считавитка, дежурные вопросы, дежурные вопросы. Считавитка как? Считавитка у меня все есть. Я делаю ваши все упражнения. Я нашла даже очень хорошее упражнение, которое вы показываете вот так вот руками потереть. Потом выговариваться очень хорошо, что я всегда искала слова. Теперь начинаю раз-два-три, 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 еще-еще-еще что-то. Вы знаете, вот эти вот волны, которые находят, я иногда думаю, я потихоньку, может, с ума сходу. Потому что этого не было. Это было тогда, когда моя мама еще была живая, была в больнице. Мне вот как эта девушка, она только дома. У меня были другие немножко ситуации. А теперь эта паника приходит. Я боялась раньше в лифт только заходить, чтобы подниматься. Или в самолет заходить. Вот это промежуток для меня. А теперь я сижу в машине иногда и думаю, я скоро буду бояться уже дома. Вы 12 дней проверяли погоду? Ну, погода на меня влияет это тоже. И причем, знаете, что я хотела сказать? У меня сны очень плохие стали. Что? Сны. Мне снится что-то такое, что попало. Я понял. Я задаю дежурные вопросы. Погоду 12 дней записывали? Нет, погоду не записывала, но на меня влияет погода. Особенно луна. Что записываете, мне нужно знать, что именно влияет. Атмосферное давление, геомагнитная обстановка, температура, дождь, ветер. Это записывайте, чтобы я понял, что влияет. Теперь скажите, шею проверяли? Да, у меня на позвоночнике, вверху и внизу, как говорят, смещение позвоночника. Ну, давайте проверим. А я ваше упражнение делаю, которое вы говорите. У меня и керрит, я себе уши разминаю. И здесь. Я понял. Я проверить хочу. Я же, чтобы вам дать цель. Да, поверните голову направо до конца, смотрите на противоположную стенку. Так, теперь в обратную сторону. А вы вообще не доверачиваете, что ли? Поворачивая, почему? Не видно вам, да? Я не вижу, потому что вы сидите там. Да, да, вот так. Так видно лучше? Лучше. Потому что таблет может быть, поэтому сейчас я поставлю. Подождите, я поставлю немножко повыше. Может, так видно? Слушай, да, еще раз, пожалуйста. Так, теперь в обратную сторону. Как-то я не знаю. Мне кажется, я больше поворачиваю, нет? Да, может быть. Это может быть, потому что у меня очень сильно большие зажимы. Я сейчас прохожу лечение, но у меня смещение, и поэтому как-то я всегда вот холодно боюсь, то ли всегда вот зажимаюсь вот так. Понятно. Делали ключевой стресс-тест? Ключевой стресс я делаю, но у меня не расходятся, у меня больше сдвигаются руки наоборот. Все хочу сказать. У нас одно действие легко идет, другое не очень легко идет. Это не имеет значения. Не идет легко, берите другое. Не идет так, возьмите, представьте, что корпус поворачивается. Поищите, какое движение идет легче. Тут главное поиск. Так, у вас здесь проблема в шее, да? Я говорю, у меня двух местах позвоночник смещенный, потому что по работе я тяжелая работаю, поэтому это... Нет, но теперь мне скажите, вы сколько высыпаетесь или нет? Я не то, что высыпаюсь, наоборот, я просыпаюсь слишком рано. После 3-4 часов я просыпаюсь и не могу уснуть, а мне уже полпятого на работу надо вставать. И мне вот такое вот состояние, не знаю, вроде еще поспать можно, и уже потом крутишься, не может быть это... Ну, я по-разному ложусь. Если у меня, например, есть возможность такая, как я выходные работаю, то я могу телевизор подольше посместить или ваши ролики я очень долго смотрю, потому что я уже практически все просмотрела. А так, если мне нужно ложиться, то в часов 10 ложусь, например, вот это так. Когда у вас начались эти паники? Примерно по времени? Я вот теперь вспомнила, когда они начались. Это последний раз, когда у меня случилось это в машине, я прям почувствовала это именно вот такое, как я же говорю, вот панику эту, когда я ехала один раз с своей сестрой, своей матери в больницу. Она вот точно так, как у этой женщины, сделали ей операцию, и потом она была после наркоза, не могла отойти, было тяжело, и там такое наблюдение очень тяжело было. Я поняла. Да, и вот тогда мне началось, мне хотелось выскочить с машины, и вот так прям дышать, 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 думаю, потом... Я понял, вы хотя бы раз при панике делали вот это? Вы знаете, у меня паника началась тогда пару раз было, и теперь это началось. А я уже сейчас только в машине несколько раз это было. Я поэтому руль ерую, я не могу где-то делать. А я себя успокаиваю, думаю, это же психически, я же понимаю, что это ненормально, что это должно успокоиться. Хотя стресса в этот раз нету. Я понимаю, но это может быть, потому что погода поменялась. Может, вы не доспали немножко, может быть, поели что-то не то. Тут много факторов. Ну, встали, может быть, но где-то спало, может быть, но погода у нас как раз вот сейчас, вот этот месяц, прям как лето. Было очень даже хорошо. Меня ничего не тревожило, поэтому я думаю, оно начинается из ничего. Просто еду, работаю, но работаю вдруг. Я вас понимаю, но вы можете 12 дней записывать погоду. Могу, могу. Это же не от того зависит, что вы видите, солнце или нет. Это зависит от атмосферного давления. Там же много параллель. Пожалуйста, сделайте это. Вы смотрели целебный ролик? Я смотрела практически все ваши ролики. Я только хотела один, тогда не успела, вот про сон, что вы говорили, кто летает. И хотела тогда с вами поговорить, но не успела я прийти. Мы еще поговорим в следующий раз. Вот скажите, пожалуйста, вы с шеей работаете? Кто-то у вас массажист есть, там, мануачик, там, иглотерапевт, или кто-то заработает с вашей шеей? Вы помните, когда я последний раз вам рассказывала, что у меня это мигрень была, я ездила в этот отпуск. И тогда мне это, ну как, терапевт, да, он поменял, как-то шеей мне поставил на... Когда мы с вами разговаривали? Это было в августе, наверное, когда перед этим ликбез был. На ликбезе, да? Да, на ликбезе тоже. Вы мне пожаловали, что у вас мигрень, да? Да, у меня была мигрень в самолете. Я потом вот делала именно вот эти вот, да, и у меня сама себе вот это тоже массировала, и потихонечку все у меня исчезло. Ну а потом у меня дома стало вот такое быстрое сразу головокружение, все, мне пришлось пойти, они сказали... Я не знаю, как это мужском сказать, что у меня было в ушах, короче, это повреждение или что. В общем, мне направили на массаж, мне нужно было сделать массаж. Дали какой-то герет поносить, ну, как пояс или что поносить, и массаж делали. Воротник. Воротник, да. Это очень тяжело, если работаю здесь уже с такими предметами, не всегда вспоминается. Вы лекарство пьете сейчас? Нет, сейчас, в настоящее время, да, потому что мне артрозы нашли, и мне это... В бедре у меня боль, и мне назначили одно лекарство противовоспалительное, сейчас вот на 20 дней. Когда вы делали волну? Когда последний раз делали? Ой, да я практически каждый день, даже сегодня делала. Ну, у меня не подходят все движения, я нашла немножко по-другому. Я ставлю музыку, как протанцовывать для своего организма, а потом ставлю такую музыку, в которую я могу как будто бы полетать, чтобы расслабляюсь. Сколько дней так делали? Я не каждый день делала, я вот чувствую, что мне нужно. Я бывает несколько раз делала, бывает просто, как вы говорите, поминутно, посекундно делала, прошла, проделала себе так вот, что и занимаюсь как-то вот, чтобы легко было. Потому что я научилась раньше от вашего этого, как вы сказали, спать, засыпать, да, тогда я была у вас на лекбезе, вы мне сказали, вдох, выдох, вот что теплый, холодный идет, да, воздух. Я научилась это. А сейчас это не помогает. Ну, я думаю, может, правда, лекарство что-то действует еще. Но вот именно волна, вот это вот меня, почему вот именно приходит, без стресса, без ничего, это не стресс, это просто вот именно паника. Сколько вам лет? Ну, 56 было в октябре, вот. Ну, может быть, гормональные какие-то. Гормональные уже у меня несколько лет идет. Прописывали мне тогда таблетки, я начала от них поправляться, я отказалась и не стала ничего. А есть такое, да, вот это вот как, потливость что ли приходит время от времени. Вы делали хэгу? Да, да, делаю это я. Да, я ей тогда рассказывала, что тогда в самолете я это сделала и протомно потирала, и вот именно и уши, и здесь эти массирую. Даже у меня есть такой специальный герет, который я... Скажите, вот вы это все делаете, вам это чем-то помогает вообще? Вообще? Да. Ну, вот когда только большинство, это если вот танцы и потом расслабление. А так вот я, ну, хоть я боли не чувствую, да, что я думаю, пока сейчас тепло, не знаю, если холодно, потом мы работаем в машине, я потом очень часто замерзаю. А я грелку себе ложу, из косточек такую теплую. Вот вы сказали, вы делаете танцы, потом расслабление, да? Да. Как это вы делаете? Ну, вот я ставлю себе музыку, ту, которую я хочу, например, и танцую, могу танцевать, могу что-то готовить, делать там, какой под эту музыку, а потом могу закрытыми глазами и ставлю свою музыку. Я приехала из Казахстана, я нашла себе такую музыку, которая мне одушевляет сказать, да, и потом я могу себе вот именно вот этот вот полет делать. И мечтаю. Эту игру, да, полет в невесомости космонавта. Да, да, да. Сколько минут вы это делаете? Ну, наверное, не знаю, сколько, три минуты, наверное, пять минут, сколько музыка это двигается, и все, мне достаточно потом. Да, когда вы последний раз так делали? Вчера. А до этого? Ну, до этого я пару дней вообще не делала, потом как-то опять делала. В общем, как у меня получается с работой, я прихожу, если у меня есть такое время, то я делаю это. А, ну, то есть вы зажаты обстоятельствами, да? Ну, да, в основном я так, потому что у меня работа такая, то с утра, то в обед, то после обеда работаю, поэтому не получается. Это вас, конечно, вот так вот энервирует, конечно. У меня такой стресс на работе постоянно, может, поэтому вот всегда вот эта ответственность, и каждый раз... Поэтому, когда... В следующий раз будете космонавта делать, когда вы будете летать, это же есть выход на ноль для вас. И вы там помечтайте о том, помечтайте там, пожалуйста, о том, что когда вы будете на работе, у вас на все будет реакция такая, как бывает, когда я давал прием, когда утром просыпаешься, подтягиваешься, напряжение, подумаешь, что целый день пройдет хорошо, вопреки всем обстоятельствам, так и бывает. А если подтягиваешься и подумаешь, а, опять, что-то день плохой, так и бывает. Нет, я делаю, даже своим пациентам так, иногда говорю, говорю, когда вы тянете, что вы говорите, сейчас будет сегодня, с этого момента, у вас будет день хороший. Ну и как, помогаете? Ну, я не знаю, мне не рассказать, а бывает, что один день, бывает, что один день, когда вы делаете космонавта игру, выходите на ноль, когда вы чувствуете, что там, вот вы можете помечтать, то в этом состоянии помечтайте, что на работе вы целый день будете чувствовать себя, вопреки всем обстоятельствам, будете чувствовать себя хорошо. А если что-то случается, которое вас напрягает, вы сразу сделаете пальчики. Соедините вот эти две вещи между собой. Насай Маговенович, у меня вопрос сразу. Понимает ли музыка ей? Ну, дело в том, что, в принципе, мы говорим всегда, что там же не надо. Я пробовала, я как-то выходила уже. Нет, нет, я сейчас пойму, почему Боря спрашивает. Хорошо. Мы обучаем навыкам саморегуляции. Без лыж, без бассейна, без музыки, без ванны, без массажиста, чтобы человек мог справляться. Хоть в самолете, хоть в воде, хоть в воду. Когда ничего нет. Поэтому он говорит, музыка, может быть, не нужна вам, потому что вы при музыке это делаете, легко входите. А на работе музыки нет. А чтобы вы могли и на работе легко себя чувствовать, вам не надо тренироваться при музыке. Боря, я этот вопрос задаю? Да, я так понимаю. А без музыки не получается, я пробовала. Она не умеет это делать. Она не может думать свободно. Она подключена к ритму музыки. Да. Да, музыка меня расслабляет, потому что я люблю музыку. А для этого у нас есть переходный момент. Человек мне говорит, я при музыке хорошо себя чувствую. Я говорю, ну давай первое упражнение делай при музыке. Потом в следующие дни делай потихоньку без музыки. Потом вообще сможешь без музыки. Потом сможешь... Проигрывать музыку в мозгу без звука. Представьте сейчас. Вы можете представить звуки музыки? Владимир Бичко? Ну, вроде бы, не знаю. Попробуй. Они попробовали еще раз. Вы же... Послушайте еще раз. Вы будете делать при музыке первые разы. При музыке делайте, как вам удобно. Выходите на состояние нуля и там мечтаете, что теперь без музыки сможете так делать. То есть отношения перестраивайте. Это же нулевое состояние. Там две половины мозга, условно говоря, как бы расхлопываются и схлопываются, захватив вашу мечту. Знаете, я без музыки могу летать. А вот чтобы именно вот понять... Вы так не делали еще. Ну, я могу, когда вот я делаю ваше, например, упражнение, потом могу расслабиться и могу себе представить, что я так могу летать. А вот для того, чтобы прийти в это состояние, мне нужно вот... Я еще раз говорю, когда вы будете в этом состоянии с музыкой, там помечтаете, что вы сможете теперь так делать и без музыки. Вы так делали? Ну, так без музыки нет, только летала без музыки. Переходный момент. Переходный. Вот ко мне приходит, человек и говорит, я когда на лыжах гуляю, я прекрасно себя чувствую. Я говорю, ну, ты сейчас без лыж, поделай эти движения. Без лыж. Он говорит, лыж же нету. Я говорю, ну, ты те же самые движения поделай. Он делает те же самые движения, что на лыжах. И у него уже почти такой же эффект получается. Теперь я ему говорю, а теперь ты можешь делать и без этого. На работе что-то не будешь иметь, ни лыж не будешь иметь, ни возможность упражнений делать. Ты на работе не будешь ничего иметь, возможности. Теперь на работе Просто вспомни, как девушка рассказывала Внутри Просто вспомни, как ты делал дома эти лыжи Поэтому, когда вы будете Под музыкой В хорошем состоянии Релаксации Там помечтайте Что вы в следующий раз сможете Так же выйти туда Без музыки Чтобы переходный момент был Потому что, если вы сразу сейчас музыку выключите Вы не сможете Переходим Я понятно говорю, нет? Да, да, да Потому что мне нужно Вот именно в какое состояние мне зайти нужно Потому что я же говорю, проблемы с тем, что там спина Там это не могу По две минуты, сколько там сделаю Все, у меня уже тело устает Я поэтому не могу в это состояние войти А когда музыка, тогда движение выбирает Самоорганизм То же самое, вы сейчас очень точный вопрос задели Когда вы делаете упражнения Тоже делайте так, как вам нравится А не так, как вам надо Это ошибка большая Поэтому вы устояете от упражнений Нет, я наоборот Организм у меня сам Я начинаю сначала к вашему упражнению А потом организм у меня сам выбирать То Или, да То, что ему нужно Женщина Честное слово Очень Старательные Старательные Прилежные Им А, до Б Надо все детально рассказать Объяснить Сами не могут сообразить Они любят Я попробую То, что вы делаете Все как надо Прилежно Старательно Еще раз объясняю У нас принцип Подбирать действия Синхронные Текущему состоянию Это значит действия Которые вам приятны Вот вы, когда делаете упражнения Думаете не о том Как правильно их делать А еще те движения Которые вам приятны То, что вы делаете Под музыку Это я поняла Поэтому я так и знаю Путем подбора Я нашла себе Те движения Которые я хочу делать Или которые Мой организм потом требует Да я все поняла Только я же говорю Вот именно С музыкой С музыкой пока еще не пробовала Попробуем Надо попробовать Перейти постепенно От музыки К без музыки Ну вот я это хочу Попробовать Это для чего? Не для того Чтобы вас лишить музыки Это для того Чтобы вы на работе Могли тоже чувствовать себя лучше Я поняла Ну все Спасибо большое Я за что Дай бог Дай бог Дай бог До встречи В следующий раз До встречи Спасибо большое За совет До встречи До встречи Все получится Я же знаю Вы талантливы Нет, я тоже знаю Мне нужен был пинок от вас Только чтобы все получилось Спасибо большое Кто у нас еще? Девочки, мальчики У нас уже 11 часов Я могу сказать Давайте Давайте Да Когда на свидание Ехала И на концерты Почему-то В какой-то момент Включалась паника Причем именно Когда человек Точно нравится То есть я знаю Что там вроде как Меня ждут Пригласили Комплименты Сказали Оснований Не доверять Нет Вот Еду И вдруг Настолько страшно Становится Вот прям Посреди метро Настолько паника Меня взяла Или уже почти Доехала За 15 минут До места Значение Что я Ну как бы Я разворачивалась И ехала обратно Вот И вообще В местах Это наверное Бывает и без свиданий Это и без свиданий Бывает Наверное Не обязательно Да Это бывает И без свиданий Да И сейчас Это превратилось В какие-то приступы Стыда На пустом месте Просто В честном месте Когда нахожусь Иногда Кто-нибудь не так Посмотрит Какая-нибудь мысль Придет в голову А поскольку До свидания Не доезжает У меня эти неприличные мысли Приходят в голову Достаточно часто То соответственно И вот я как дура Не могу Не могу на работе Придержаться Потому что Просто волна Стоя накрывает Правильно Молодец Вам сейчас Надо научиться С этим справляться Потому что Это бывает у людей Не научишься сейчас Будешь очень Потом всю жизнь мучиться Потом ходить по врачам Пить таблетки Потом к одному врачу Потом к другому Потом к психологу И так будет Я в психологу нахожу Ага Вы так и будете Всю жизнь ходить Понимаете И лечиться Вы скажите Пожалуйста Я же к вам пришла Я надеюсь Я верю Что мне поможет Я понимаю Я просто вам хочу сказать Вы пробовали Какое-то из приемов Подобрать себе Вот то Что я сейчас рассказываю Показывал Я пробую прием Мне пока что помогает То что Единственное место Это когда я жила Далеко от родителей Не в Москве У меня вообще Ничего близко К этому не было У меня там Мэродермитик проходил И соответственно Я вот представляю Что я в этом месте У меня как бы По-другому Мозг начинает работать Я становюсь Менемациональной Правильно Правильно У меня вообще Коробочная У вас есть образ Который вам помогает Ну да У меня есть опыт Когда у меня не было Этих проблем Абсолютно Даже близко А вы когда это вспоминаете Вам легче становится Конечно Ну правильно Другое дело Если вспомнить Какое-то движение Действие Например Что вы любили Прыгать Бегать Хлоп-хлоп Крутить Козла Играть Я просто на английском Говорила и думала Я изучала язык Другой в другой стране И там Не было определенных факторов Которые есть У меня здесь регулярно И Ну думала на английском Говорила Жила там Сама Все решала То есть там В своем Ритме Думала Я думала очень медленно Но очень эффективно Я так понял У меня Я понял Вам выговориться нужно У вас подружка есть? У меня есть подружки Но у них тоже свои проблемы И я их уже избегну Как сказать Я сейчас Сконцентрировалась На свиданиях Вот Потому что С молодыми людьми Мне как-то Поприятнее было Общаться Вот сейчас От очередного Молодого человека Устала И вот сейчас Себе перерыв Сделала Вот как-то так Сижу Молодец Молодец Скажите Пожалуйста Вы хоть один прием Пользовались По ключу Вот я пока что Она говорит Вы когда будете Вы когда будете В следующий раз Вот во сцене Будет какое-то неприятное Делать это движение И собственно Я когда мне плохо Делать это движение Мне становится легче Это ключевое действие Которое вам подходит Давайте еще одно Подберите себе Поделайте Сейчас Вот Сегодня я это Дела Поэтому А еще Такой момент Ага Что я психолог Снимаю Я могу с тобой Управлять Но почему-то У меня Моя личность Что-то во мне Устает от психологии Мне надо прям Хочется сбросить Себя Эту ипостаси Побыть простым Ну не знаю Даже немножко Глупым Таким Я не порасслабленным Вы психолог Или что По образованию Да я психолог Но мне как бы Эта ипостаси Мне кажется Что-то не до конца Мое призвание То есть мне оно Как бы Ну не совсем Мое Зачем вам это нужно Если это не ваше Ну у меня Династия психологов И я вот Пытаюсь Другие профессии Но у меня не получается До конца Пока что То есть я надеюсь Что я вот Это не достающий пазл Может у вас получу Или еще То есть Мне не хватает рывка То есть у меня Ну вот На телевидении Ну как бы Есть профессии Которые интересные И Все понятно С вами Девушка Все ясно С вами Послушайте меня Домашнее задание 12 дней погоду записывать Как я рассказал Вот это целебный ролик Посмотреть Там ключевое дыхание Одноминутная волна И подобрать себе Еще пару приемов Вот Вот таким образом Как вы сказали Сейчас Вы меня слышите? То есть У меня как бы Проблема на том Что мне Психологи Не до конца нравятся Но у меня мама Психолог Сестра Психолог Бабушка Психолог И как бы у меня Может быть Вы Я немножко Боюсь Уходить в другую профессию Потому что у меня Всегда были Вот нейродермии Я боюсь Что если я уйду То я просто Не знаю В какой-то момент Войду с ума Я не расслышиваю Что у вас Всегда У вас нейродермит Да Нейродермит И как бы Сахар перестаньте кушать И он пройдет у вас Что перестать? Сахар перестаньте кушать Ну Я На сироп топинамбура Перешла Что? Сироп топинамбура Перешла На сироп Ну Такая штука Это как бы Ну Заменитель Сахара Не надо сахар Вообще Заменитель Не надо Просто не ешьте сахар Я же вам сказал У меня всю школу Был Эродермит Пока я не перестал Чай без сахара Я с депрессием Просто мне без сахара Вообще тяжко То есть У меня папа Ну как сказать Такой Очень жесткий Я никак не могу От них Из-за того Что у меня панические Атаки Вы наверное Меня не слышите Вообще Слышу Все ладно Записываю Выполняю Все Ну так попробуйте Не получится Не получится Делайте как делаете Вдруг получится Я же вам даю Возможность Попробовать Хорошо Послушайте меня Послушайте Пожалуйста Вы может быть В психологии Вернетесь И будете Идеальным психологом Вам сначала Надо провести себя В порядок Чтобы провести себя В порядок Пожалуйста Я даю вам Домашнее задание Высыпайтесь Пожалуйста Записывайте 12 Я высыпаюсь Много Молодец Записывайте 12 дней по году Подберите Те действия Которые вам Очень нравятся Вот как Вот это Вы показывали Мне сначала Еще таких Парочку Подберите И сделайте Пожалуйста Потом волну Волну Там посмотрите Целебный ролик Там Одном Чувое дыхание И так далее Вот это все Два дня Выходите сюда И мы посмотрим Результат Так А ссылку Где брать Чтобы понять Ну вот Когда Вы Ютубом Пользуетесь Ютубом Пользуетесь Да Да Конечно Ну Наберите Хосе Алиев И найдем А просто Его канале Да На ютуб канале Я ролики Выставляю И подпишитесь На этот Телеграмм Наш Там будет Очень Хорошо То есть Я человек Очень умный С одной стороны По многочисленным Отзывам Но с другой стороны Хочется быть Идиоткой И расслабляться Вот я Как раз Расслабляться До конца Очень плохо Умею Послушайте Я вам Машина Сговорю Если Вы Сделаете Подружки Расскажу Сегодня Все Все Завтра Хорошая Девочка У вас Все Получится Хорошо Не волнуйтесь Просто Вы еще Совсем Юная Понимаете Ну что Вы мне 32 года О господи Было бы Мне 32 года Вы знаете Сколько Мне лет Ну Лет 65 70 Не знаю 75 Талантливые люди Часто выглядят Моложе Сохрет Хорошо Моему Правнуку 4 года Правнуку Класс Я уже Дедушка Да Прадедушка В следующий раз Будут Наверное Мои сына Олен И Шейла Дочка моя Они психологи Суперские Я хочу Чтобы они Нам помогали Вот Таким образом Вперед У вас Все будет Хорошо Спасибо Мне хочется Чтобы отлично Было Ну ладно Хорошо Тоже Хорошо Спасибо Емор У нас еще Кто-то есть Последний Давайте На сегодня Последний Ольга Хотела Давай Где Ольга Где Ольга Боря Где Ольга Я ищу Где она Делась Если Если вы Про меня То я уже Задавала Вопрос Нет Нет Это не Ольга Которая Не могла Играй Играй В фуни Она ушла Уже Наверное Ну она завтра Посмотрит Тогда Наша Запись Будет Висеть Кто не Подписан Телеграм Подпишитесь Значит Мы Когда Хотите Сделаем Литбе Продолжение Значит Мы Сделаем Когда Вы Хотите Скажите Через День Через Два Через Три Скажите Когда Через Три Через Неделю Не знаю Через Четыре Мне кажется Что так В субботу Например В субботу Задание Давайте Примерно Тогда На это Время И рассчитывать Я вам Дал Домашнее Задание На 12 дней 12 дней Не надо Это 12 дней Вы погоду Записываете Да Ликбез Мы проведем Через Два Или через Три Дня Вот я И спрашиваю Через Два Через Три Когда Вы Хотите Через Три Скорее Всего Да Чтобы Больше Было Времени На Наработку Очень Хорошо Мне кажется Проблема Сладкого Так и Не Обсудим Не понял То есть Как Мы же Только Сейчас Обсудили Когда Вы ходите На нулевое Состояние Помечтаете О том Что Вместо Сладкого Что бы Вы хотели И с полезным И у вас Соединится Новая Связь Я же Говорил Об этом Еще Сладкое Сладкое С тем И Сложность Что Оно Дает Чувство Удовольствия Приятность Довольствия Не поняли Вы меня Не поняли Зависимость Дает Чувство Удовольствия На нулевом Послушайте Виктор На нулевом Состоянии Помечтайте Об этом Что Чем Вы хотели Заменить Сладкое Которое Дает Такую Приятность Как Ваша Сладкая Чтоб Замена Была Я говорил Об этом Уже Сегодня Не один Раз Чем Вы Замените Подумайте Чем Вы Заметите Что Вам Еще Дает Такое Удовольствие Как Это Сладкое Вот Этим Замените Ну Дает Удовольствие Но Полезное Что Подумайте Это Есть Домашняя Работа Да Связь Да Можно Задать Вам Давайте Вот Смотрите У меня Почему То Организм Привыкает К Приемам Ключа Почему Такое Происходит Где Ну Вот Перед тобой Дмитрий Зайцев Он Без А Вот Вот Теперь Вижу Да Еще Расскажите Пожалуйста Почему Вот У меня Организм Привыкает К приемам Ключа И Постоянно Приходится Искать Новый Ну Например Вчера Позавчера Я делал Волну Покачивание Головой Потом Прекращает Действие Это Надо Искать Другой Прием Покачивание Тела Потом Например Палец Хаджимурата Нужно И так Постоянно А что вы Для чего Вы это делаете Вообще Ну Я Занимаюсь Системой Ключ Уже давно Уже где-то Около Года Вот такая Вот Что это вам Дает Ну Мне это Успокаивает Нервную Систему С помощью Вашего Ключа Я Как-то Смог Справиться С потерей Дискова Человека Что вам Мешает Обновлять Приемы Что вам Мешает Ну Вы знаете Я Постоянно Вот Придумываю Эти приемы Но в основном Из того же Ракурса Что и вы Говорили Покачивание Рукой Ногой Корпусом Даже Покачивание Покачивание Даже руками Во время Ходьбы Я так же Раскачиваю Корпус Или руки И даже Во время Ходьбы Мне удавалось Войти В состояние Ноль Но опять же Все это Временно Потом Удавалось Запрограммировать Себя Чтобы войти В ноль По щелчку В прямом смысле Да Щелчок Б Работал Рефлекс Такой Да Но опять же Этот рефлекс Действует Примерно Это Понятно Это правильно Конечно Потому что Каждый раз У меня Книги Защита Об этом Об этом Написано Почему Я Первый раз Летаю Второй раз Летаю Третий раз Уже Это Делаю И не Летаю А чуть-чуть Поменяю Движение Опять Полетишь Потому что Это Переключение Мозговое Разошлись С половиной Мозг Третий раз Вспомнил А где Виктор Ушел Ну он Завтра Посмотрит Что мы Его Искали Пошел Сладкая Двуша Да Послушайте Я Насчет Формулы Фа Мне Это Сказала Девушка Мы Девочки Всегда Делаем Одновременно Разные Противоположные Действия Я Одновременно Феном Волосы Сушу Яичницу Жарю Кофе Себе Варю Одновременно Ногой Притоптываю Одновременно Трубку Телефонную Держу С Человеком Разговариваю И Говорит Молодого Человек Одновременно Все Делаю Формула Фа Формула Автоматизации Начатого Действия Вот она Ногой Делает Она На автомат Выходит И уже Не замечает Вот Боря Говорит Делай Вот так Потом Делай Вот так Вот Протирай То есть Сделайте Массу Противоположных Действий Одновременно Это Формула Фа Это Очень Быстро Дает Разгрузку Сразу Молодой Человек Вам Это Очень Поможет Если Вы Вникнете Завтра Посмотрите Запись Вникнете И вы Решите Очень Много Своих Проблем Может Отвяжетесь От водки Наркотиков Наркотиков Какой Зависимость Да Ну Это Очень Серьезно К нам Столько Людей Пришло Значит Это Ликбез Правильно Сформулирован И Очень Много Ребят Пришло Видимо Наркоманов Но Они Еще Пока Не Умеют Себя Сдерживать Поэтому Нам Приходится Вот Так Выключать Так Все Мы Уже Обо Все Со Всеми Поговорили Помощью ключа Также Мне Удавалось Подавить Обиду В течение Двух Трех Часов Отлично Отлично А как Вы Это Сделали Я Входил В ноль Просто В ноль И Ну Как Вы Рассказывали Думал О проблеме Потом Мысли Сами По себе Исчезали И Я Начинал Думать Совершенно О другом Правильно Очень Хорошо Ну Больше Ну Конечно Когда Была Сильная Обида Где-то За два Дня Примерно Я справился С обидой Именно С чувством Обиды Обида До какой Степени Сильная Уже Ожгло Понятно Тяжелее Всего Мне Конечно Удалось Справиться С потерей Мамки Вот Ну Где-то В течение Трех Наверное Четырех Месяцев Я Справлялся Я Включал Музыку Медитативную Делал Волну Упражнения Разгрузки Там Шалтай Болтай Лыжник Ну Все Что Знал Но Больше Всего Конечно Я Делал Волну И Я Доводил Себя До Состояния Искусственного Счастья Вот И Это Счастье Как бы Смешивалось С Вот Этой Вот Скорбью Оно Получалось Как Черное С Белым Можно Было Терпеть И Причем Я Находился В доме Один Никого Не было Помощи Не было Только За счет Как бы Ключа Я Как бы И Выжил Потому Что Разные Были Мысли И Покончить Собой Были Мысли Ну Вот Только Ключ Как бы Меня Можно Сказать Из Могилы И Вытянул Отлично Отлично Очень Хорошая Визуализация У него Да Молодец Молодец Мужчина Молодец Молодец Значит Мы Тогда Прощаемся Я Рад Не только Тому Что Мы Все Встретились Я Рад Ко всему Прощему Что К нам Подключались Наркоманы К нам Подключались Люди Которые Вот Ну У которых Разрушено Многое В голове Разрушено Но я Вот они Все время Подключались А Наташа Все время Их Выключает Потому что Они там Что-то Говорят Ну Вы видели В процессе Я уверен Раз они К нам Подключались Это будет Им полезно Они Просмотрят Эту Запись Я им Даю Домашнее Задание Они Просмотрят Эту Запись Кто-то Из них Использует То О чем Мы Говорили Это Такой Шанс В жизни Да И может быть Кто-то Придет В следующий Раз Но уже Ситуациях Вот Пока Не Получается Пожалуйста Этот вопрос Да Пожалуйста Этот вопрос Задайте Мне На следующем Эфере Не забудьте Его Пожалуйста Этот вопрос Хорошо На следующем Продолжение следует...